Номер, который он просил, был похож на офис НИПа. Центральный стол был полон стеклянной посуды различной формы, двух металлических котлов и нагревательного устройства. Шкафы с обеих сторон были заполнены зельями. Все эти вещи были куплены Иваном в косом переулке. С прошлого года он оставался здесь, чтобы делать лекарства, которые ему нужны, заранее просматривать содержимое и так далее. Спустя долгое время техника Ивана стала очень искусной. Подготовленные материалы он расставил в порядке согласно инструкции для зелья силы. Примерно через пять часов он наконец закончил приготовление зелья. Он смешал его со своим тоником. Зелье показало темно-красный цвет, точно такой же, как и крысиный тоник, использованный во время праздников. Иван доволен своим творением, наполнив бутылку. Он пошел в большой зал на Хэллоуин, который уже начался. Большой зал был заполнен фонарями, группой летучих мышей и множеством оранжевых серпантинов. Наполненных пламенем. Они плавали под потолком, как блестящие водяные змеи. Еда на банкете была очень вкусной. Все выглядели счастливыми. Атмосфера напряженности с самого начала учебного года была смятена, и Гарри, казалось, забыл проклятое пророчество. Гермиона, наконец, не думает об учебе. После того, как Иван дал Рону крысиный тоник, и его настроение тоже постепенно улучшилось. Больше не беспокойся Корости. Все шло хорошо. Даже Хагрид, который не был там в последнее время, счастливо сидел в зале. Ужин закончился развлекательной программой призраков. Призраки внезапно появились через стены и столы и устроили парад. Призрак Гриффиндера, почти безголовый Ник, успешно воспроизвел свое убийство. Все чувствовали, что они наслаждались приятным вечером, но менее чем через 10 минут все изменилось. Часть радости, накопленной во время вечеринки, исчезла, и паника вновь вошла в замок. Когда все это произошло, Иван, Гарри, Рон, Гермиона, Колин и Джин немедленно возвращались к башне Гриффиндера по обычному маршруту. Дойдя до портрета толстой дамы, они обнаружили, что в коридоре полно людей. Что случилось, почему никто не заходит? Колин спросил с любопытством. Может быть, они забыли свои пароли Рон? Сказал с улыбкой. Как такое вообще возможно? Это невозможно, чтобы так многих людей забыли пароль. Иван увидел, как Пивс прыгает по головам толпы. Он очень счастлив. Внезапно у него появилось плохое предчувствие. Пивсу нравится только плохое. И только печальная сцена вызовет у него такое счастье. Пробираясь сквозь толпу, профессор Дамблдор, который получил новости, поспешно прибыл. Он бросился к портрету толстой дамы. Студенты собрались вместе, чтобы дать ему пространство. Иван наклонился немного ближе, чтобы посмотреть, что произошло. О, боже мой! Гермиона вдруг закричала, схватив Ивана за руку. Перед ними портрет толстой дамы был злонамеренно исцарапан. Маленькие кусочки холста были повсюду, и большой холст был вырван из рамок. Профессор Макганагалл, немедленно идите к Филчу и скажите ему, чтобы он нашел толстую леди, даже если ему потребуется осмотреть каждую картину в замке. Дамблдор сказал быстро, тебе обязательно повезет. Пивз усмехнулся. Что ты имеешь в виду, Пивз? Спросил Дамблдор спокойно. Извините, директор. Улыбка Пивза немного поблекла. Он не смел смеяться над Дамблдором. Вместо этого он обратился к скользкому тону. Она не хотела, чтобы ее видели. Она была не в себе. Я видел, как она бежала по пейзажу на пятом этаже, сэр. Спрятавшись посреди деревьев, она заплакала и сказала что-то ужасное. Бедняжка. Пивз добавил еще одно предложение, но для других оно ничего не значило. Кто это сделал? Что она сказала? Спросил Дамблдор тихо. О, скажите, профессор. Пивз вел себя, как будто держал бомбу в руках. Она не позволяла ему войти. Его это очень раздражало. Вы понимаете, он грубиян. Сириус Блэк. Глава 83. Второй контакт с бродячей собакой. Глава 83. Второй контакт с бродячей собакой. Услышав пивза, все тяжело вздохнули. Сириус Блэк фактически ворвался в замок и попытался войти в общую комнату Гриффиндера. Это ужасно. К счастью, сейчас канун Хэллоуина и большинство находились за пределами башни. Профессор Дамблдор попросил всех студентов немедленно вернуться в большой зал. Для обеспечения безопасности, будет проводить тщательный обыск замка. Иван поспешил вниз с остальными, и все шептались о том, что только что произошло. Ты сказал, что Блэк все еще в замке? Гермиона спросила с тревогой, шепотом. Посмотрите на поведение Дамблдора. Очевидно, что он тоже так думает. Рон прошептал. Я хочу сказать, что он выбрал сегодняшний вечер. Это действительно наша удача. Да Колин. Беспокойно кивнул, он нервно огляделся, боясь, что Сириус Блэк скрывался за углом, и вот-вот выбежит. Я думаю, он был запутан, потому что он бежал. Он не думал, что сегодня Хэллоуин. Иначе он бы не пришел сюда. Слова Рона получили всеобщее одобрение. Кроме того, все задавали друг другу один и тот же вопрос, откуда он пришел. Возможно, он знает, как телепортироваться. Это просто невозможно. Покуда вы читали книгу «История Хагвардса», вы бы знали, что она не только защищена стенами. Гермиона быстро говорила. Замок был заколдован, чтобы предотвратить проникновение посторонних. Это невозможно сделать через телепортацию. Кроме того, я хотела бы посмотреть, какие чары могут обмануть дементоров. Эти ребята охраняют каждый вход, если кто так прибудет, они сразу же узнают. Филч знает все тайные ходы, и они запечатали эти ходы. Кто знает, это Сириус Блэк, в конце концов. Второй, после того, кто не должен быть назван. Рон нервно сморщил нос, его глаза остановились на ванной для девушек в конце коридора третьего этажа. Он вспомнил кошмарный опыт прошлого года. Гарри выглядел бледным после слов Рона. Блэк вошел в замок, чтобы убить его. Это чувство было достаточно плохим. Давайте будем счастливы. Независимо от того, какой трюк использует Блэк, Дамблдор обнаружит его. А ты что думаешь, Иван? Возможно. Иван сказал, он уставился в узкое окно с левой стороны коридора, и его взгляд упал на лужайку у замка. Там была огромная черная собака, покрытая грубой шерстью, Сириус Блэк. Недалеко от Блэка, рыжий кривоший, и они оба крались по лужайке. Что, казалось, было похоже на это, Блэк внезапно оглянулся и посмотрел в этом направлении. В следующую секунду, следуя за взглядом Ивана, Гарри также увидел двух существ на лужайке. Он подбежал к окну и широко раскрыл глаза. Ребята, посмотрите на улицу, вы видите его, большой черный пес? Гарри, ты же не видишь гримма, правда? Рон встревоженно сказал и невнятно пробормотал. Этот проклятый кот. Ты имеешь в виду кривошия? Гермиона последовала за ним, обеспокоенная и сказала, что кривоший делает за пределами замка, и Блэк может быть в школе. Пожалуйста, Гермиона. Блжека не убьет кошку. Целью входа в замок является. Рон внезапно остановился и нервно уставился на Гарри. Гарри, похоже, не понял, что он имел в виду. Он нетерпеливо сказал, там была собака, она была совсем рядом с кривошием. Разве никто из вас не видел этого? Снаружи очень темно, ты можешь ошибаться. Может быть, это просто большое дерево или камень или что-то. Рон сглотнул и увидел, что все смотрят на него. Невозможно, Иван, ты это видел? Иван ничего не ответил. Он тайно рассчитал расстояние от внешнего газона. Пока ты достаточно быстр, еще не поздно связаться с другим человеком. Ты идите, а я пойду в туалет. Торопливо сказал Иван. С удивленными взглядами других, он повернул в другой коридор и побежал к воротам замка. Когда никого рядом не было, он сказал. А не могу с когда? Прозвучал его голос. Тело Ивана быстро превратилось в черную кошку. Он быстро пересек глубокий мраморный зал. Молча выскользнул из замка. Холодный ветер ночи поприветствовал Ивана и подул на него. Сегодняшний замок Хагвартс был особенно мрачен. Под тусклым лунным светом пряди статуй на земле показали что-то странное. Несколько летучих мышей пролетали с малых высот, и время от времени в ушах раздавались звуки совы. На расстоянии вокруг стен маячит тень Дементора, где земля была испорчена, и все растения постепенно увядают. Блэк не мог идти в направлении стен. Иван поспешно повернулся, чтобы посмотреть на запретный лес. При свете луны он увидел большую собаку и кривошея, исчезающих в тени запретного леса. Иван бросился догонять. Как только он вошел в тень, фигура бросилась за дерево. Это была неожиданная атака. Иван почувствовал теплый воздух вокруг себя и поднял глаза, чтобы увидеть Сириуса, большую собаку, рычащую рядом свирепых зубов. С треском Блэк бросился на него с мощным ударом. Иван упал, и его тело покатилось по лужайке, пока он не врезался в дерево и не остановился. Он был ошеломлен и почувствовал, что его ребра, казалось, сломаны. Он хотел встать, но Блэк не дал ему шанса. Он свирепо посмотрел на Ивана, зарычал и снова начал атаку. Глядя на огромную фигуру, подбирающуюся все ближе и ближе, Иван торопливо развеял трансформацию Анимагус, и в то же время он вытащил палочку из-за пояса. Кончик палочки выпустил красный свет и ударил Сириуса Блэка. Блэк вылетел в траву, издавая болезненный стон. Хватит, не пытайся снова напасть на меня, иначе в следующий раз ты не отделаешься простым ошеломляющим заклинаем. Иван вытер следы крови у рта, левой рукой держа ствол дерева, изо всех сил стараясь встать. Он задыхался, и Блэк тяжело дышал. В течение целых трех секунд никто не говорил, и атмосфера была ужасной. Иван видел, как черные глаза время от времени вспыхивали безумным светом в темноте, глядя на его палочку. Он напряг мускулы и обнажил клыки, как животное. Слушай, я не враг, я знаю, кто ты, и я знаю, для чего ты здесь. Иван палочкой указал на Блэка. Я просто хочу поговорить с тобой о Гарри, мой друг. Рон. Его слова еще не были закончены, и звук шагов приближался издалека. Иван поспешил повернуть голову и увидел ослепительный свет. Он моргнул и воспользовался этим на мгновение, прежде чем он смог ясно увидеть профессора Люпина. Оказалось, что это ты, Иван. Я слышал шум, когда проверял дом совы. Что здесь произошло? Почему ты за пределами замка? Люпин удивленно посмотрел на Ивана. Он сказал. Сириус Блэк только что вошел в замок, и это опасно. Дамблдор попросил всех студентов пройти в большой зал. Я, я. Иван не знал, как ответить. Нельзя ведь просто сказать другому человеку, что его ждет приятная встреча с Блэком. Хотя Люпин был хорошим другом во время их студенчества, но в отсутствие истины в нынешней ситуации он поверил бы, что Блэка подставили. Иван отрицательно покачал головой. В отсутствие реальных доказательств, характер Люпина таков, что даже если он считал, что Блэк невиновен, первое, что он сделает, это свяжет его и передаст Дамблдору. Им придется поймать Питера-Петтигрю. Если все пройдет хорошо, то все будет в порядке. Если Питер убежит. Иван боялся, что это не подождет до следующего дня и Блэка отдадут Дементору, и тот получит их поцелуй. Это очень плохо, поэтому Иван замешкался и решил скрыть правду. Глава 84. Сожаление Люпина. Глава 84. Сожаление Люпина. Люпин недоверчиво посмотрел на Ивана. Он не знал, почему мальчик появился за пределами замка в такое время, это не имело смысла. Однако расследовать, почему он не собирался, как и у него, у каждого есть свои секреты. На самом деле, после двух месяцев знакомства, впечатление Люпина об Иване было очень хорошим. В своем классе Иван всегда отвечал на все вопросы один им. Из домашних заданий, которые он организовал, он также мог видеть, что у Ивана было глубокое понимание и уникальная идея о защите от темных искусств. Люпин не видел такого хорошего ученика в течение многих лет, не говоря уже о хороших отношениях между Иваном и Гарри, точно такие же, как и те, что существовали между Джеймсом Поттером, Питером Петтигрю и Сириусом Блэком. Когда он думал о Блэк, Люпин был вне в настроении. Он не мог поверить, что он предал Джеймса и поклялся Валдемарту. Очевидно, они были лучшими друзьями. Он покачал головой, может быть, он всегда ошибался. Блэк был таким хорошим в то время, но в конце концов он решил предать. Чем умнее человек, тем больше плюсов и минусов он видит, а дружба становится простым товаром, который можно обменять в любой момент. Будет ли мальчик вести себя как Блэк и продавать своих друзей ради собственной выгоды? Люпин внимательно посмотрел на Ивана. Внезапно его глаза расширились, и он увидел знакомую фигуру в траве напротив Ивана. Он использовал кончик своей палочки, чтобы осветить местность и влетел в траву, но там ничего не было. Было ли это иллюзией? Люпин вздохнул с облегчением, но почувствовал себя двойственно. С одной стороны, он хотел прояснить ситуацию с Сериусом, но с другой стороны, он боялся встретиться с ним, опасаясь, что он расскажет ему лично, как он продал Джеймса и Лили Валдемарту. Люпин не может сосчитать, сколько раз он просыпался от такого кошмара. Прошло 12 лет с момента инцидента. Он обвинял себя в том, что не обнаружил истинные цвета Блэка раньше, что дало ему возможность предать Лилли и Джеймса, а затем убить Питера Петтигрю. Он чувствовал, что это его вина. Люпин думал, что эта вина будет преследовать его всю жизнь, но затем Блэк сбежал из-за скобана. Все говорили, что целью его побега было убить Гарри, сына человека, который когда-то был его лучшим другом. Люпин абсолютно не может этого допустить, поэтому он принял приглашение Дамблдора вернуться в Хагвартс. Он хотел защитить Гарри. Может быть, он мог бы также поймать Блэка сам и позволить ему объяснить ему, что произошло в том году. Он сделал глубокий вдох. Сейчас не время думать об этих вещах. Иван, ты должен вернуться в аудиторию и быть с остальными. Люпин сделал два шага вперед, а затем внезапно остановился. Он увидел клочок травы на противоположной стороне Ивана, движущейся в одном направлении. Там действительно что-то есть. Он не ошибся. Должно быть, это анимагу Сириуса Блэка. Он видел его бесчисленное количество раз и никогда не забудет в своей жизни. Мальчик контактирует с Блэком, или это просто совпадение, или... Когда Иван увидел выражение лица Люпина, он понял, о чем думает. Он не знал, как объясниться Люпину. Однако пока ему не придется беспокоиться по этому поводу. Пока он колебался, что-то вылезло из травы. Люпин ясно слышал звук, и он быстро указывает на свет. Это был Кривоший. Он испугался внезапного света и бросился на руки Ивана. Профессор, я вышел поискать этого кота. Это питомец моей подруги Гермионы. Я только что видел, как он выбежал из замка. Я боялся, что он попадет в неприятности, поэтому последовал за ним. Иван не знал, поверит ли Люпин его оправданию. Люпин на мгновение посмотрел на Кривошия, показывая облегчение. Двое вернулись в замок. Они вышли из угла коридора и увидели, что Дамблдор и Снейп стоят возле аудитории и что-то говорят. Весь замок был проверен, и никаких его следов не было найдено, прошептал Снейп. Очень хорошо, Северус. Я не думаю, что Блэк останется. Спокойно сказал Дамблдор. Но есть одна вещь, которую я должен доложить вам, Снейп сказал шепотом. У нас был учитель, который пропал во время осмотра замка. Это был тот, о котором я вам говорил раньше. Что ты хочешь сказать, Северус? Я имею в виду, как Блэк попал в замок. У вас есть идея насчет этого, директор Снейп сказал. Множество, Северус. Есть много возможностей. Вы помните наш разговор, как раз перед началом семестра. Голос Снейпа был низким, и он, видимо, не хотел, чтобы кто-нибудь слышал их разговор. Я помню, Северус. Голос Дамблдора содержал аналогичные предупреждения. Кажется почти невозможным, чтобы Блэк мог проникнуть в эту школу без внутренней помощи. Особенно, если этот человек все еще вне поля зрения, вы понимаете, о чем я. Я беспокоюсь, а вы верите? Я не верю, что кто-то в этом замке помог Блэку, сказал. Дамблдор. Его тон ясно показывал, что он уверен в том, что говорит, поэтому Снейп не ответил. Человек, которого подозревал Снейп, очевидно был Люпин. Иван повернулся спиной и увидел, что лицо Люпина спокойно, как будто он не слышал того, что они сказали. Северус, я должен пойти к дементорам, сказал Дамблдор. Я сказал, что мы сообщим им, когда закончим поиски. Планируют ли они помочь Снейп, сказал. О, да, сказал Дамблдор холодно. Но я боюсь, что до тех пор, пока я являюсь директором, я никогда не позволю им пересечь границы школы. Иван наблюдал, как Дамблдор шел к залу. Прежде чем он и Люпин даже подумали о нем, Снейп был рядом с ними. Вы подслушивали наш разговор? Глаза Снейпа продолжали блуждать между двумя мужчинами, и он, наконец, остановился на Люпине с выражением ненависти. Профессор, мы не будь осторожен, когда выдумываешь свою ложь, Мэйсон. Снейп повернул глаза к Ивану. Сначала я должен напомнить вам, что вы должны спать в вашей комнате, а не разговаривать со мной здесь, согласно приказу директора. Люди, которые не понимают, могут подумать, что ты вышел из замка, чтобы сделать что-то подлое. Я. Иван потерял дар речи, а Снейп был гораздо более строгим, чем Дамблдор. Поэтому он потянулся к кривошию и подтолкнул его к нему. Из-за этого глупого кота, 10 очков с Гриффиндора. Снейп сказал с отвращением. Теперь поспешите туда, где вы должны быть. Иван поспешил в общую комнату. Когда он собирался войти, он оглянулся и увидел, что Дамблдор, Снейп и Люпин все еще стоят там, не зная, о чем они говорят. Глава 85. Заботы Гермионы. Глава 85. Заботы Гермионы в большом зале 4 стола были уложены у стен, и сотни фиолетовых спальных мешков были положены на землю. Не было никакого звука, и все, казалось, спали. Иван, по указке Перси, забрался в спальный мешок у двери. Волшебный потолок был похож на небо, усыпанное звездами. При слабом свете звезд Иван увидел, как из угла тихо пролетает стройный белый журавль оригами. Он парил в воздухе и точно упал перед ним. Бумажный журавль слегка зашумел и превратился в серебристо-белую записку с нежным почерком Гермионы. Что ты делал, почему это заняло так много времени? Почерк был слегка исписан, и беспокойство девушки было видно. Иван на мгновение задумался, достал из спального мешка палочку и легонько постучал ею по листу бумаги. Черная надпись на нем исчезла, как дым, воссоединившись в новые слова. Я пошел за Кривошием. Я нашел его в траве рядом с запретным лесом. Затем он использовал свою палочку, чтобы снова коснуться листа бумаги. Бумага превратилась обратно в журавля и полетела назад к Гермионе. К счастью, ты нашел его. Но ты не должен был выходить из замка. Это слишком опасно. Блэк может прятаться в школе. Ты мог попасться ему. Не беспокойся. Я только что слышал, как Дамблдор говорил со Снипом. Они не нашли его в замке. Дамблдор думал, что он ушел. Но как он это сделал? Он не мог стать невидимым и спокойно уйти. На замке использованы различные заклинания, чтобы предотвратить проникновение посторонних. И он, конечно, не невидимым и не летает. Возможно, какое-то преображение, как в наш последний год, когда мы использовали оборотное зелье или, глядя на бумагу, что вернулось от Гермионы, Иван почувствовал, что не нужно больше говорить о этой теме. В противном случае, с интеллектом Гермионы, он боялся, что не потребуется много времени, чтобы она догадалась, что Блэк а не Магус. Так как он еще не готов, и Блэку еще рано раскрываться. Я забыл упомянуть об этом уже почти полночь. Почему ты еще не спишь? Лицо Гермионы стало немного розовым, когда она увидела вопрос Ивана. К счастью, в большом зале было очень темно, и не было никакой необходимости беспокоиться о том, что кто-то ее увидит. Она не может сказать Ивану, что ждала его возвращения. Это слишком унизительно. Она поколебалась и постучала палочкой по записке. Я волновалась, так как Гарри продолжал говорить, что снова видел собаку. Это было неизвестное предзнаменование смерти, очевидно это было абсурдно. Но ты, ты не вернулся, и на случай, если что-то случилось. Такая маленькая проблема, это не проблема. Ты не забыла, что в прошлом году мы с Гарри вошли в тайную комнату. Мы победили Василиска и молодого Валдимарта. Я просто волновалась. Я боялась, что ты пойдешь за Блэком один Иван. Пообещай мне, больше не делать ничего опасного. Хорошо. Увидев почерк Гермионы, у Ивана было странное чувство, хотя она сказала это очень смутно. Он мог чувствовать сердце другого человека, которое скрыто за сильной внешностью. На этот раз Гермиона была, как и любая другая обычная, слабая девушка, которая не могла не заботиться. Он не знал, как ответить, и слово ОК было неправильным. Независимо от текущей ситуации или возвращения Валдимарта, перед Иваном стоит дорога, которая полна опасностей и трудностей. Он не может ничего не делать, и результат может быть еще хуже. Иван вздохнул и посмотрел, не следит ли кто за ним. Он решил что-то сделать. В темноте Гермиона нервно ждала ответа Ивана. Гарри и Роны сдавали легкий храп. Глядя на звезды в потолке, ее разум бессознательно вспоминал прошлый год. Когда Василиска оказался в общей комнате Гриффиндера, Иван вдруг бросился к ним, проигнорировал самого себя, обнял ее и повернулся спиной к Василиску. Эта сцена, эта картина снова появилась в голове Гермионы. Она думает, что это то, что она никогда не забудет в своей жизни. Внезапно она почувствовала, что что-то приближается к ней. Гермиона подняла глаза и с удивлением увидела, что спальный мешок Ивана тихо катится к ней. Иван перекатывался к Гермионе, и он протянул руку и попытался положить ее на спальный мешок Гермионы, что, возможно, заставило бы Гермиону чувствовать себя спокойней. Неожиданно, его рука встретила другую мягкую, холодную маленькую руку в темноте. В следующую секунду Иван обнаружил, что его руку крепко держат. Маленькая рука слегка дрожала, но казалось, никогда не собирается отпускать. В тот же миг, в потайном туннеле под плакучей ивой клачуге Шрикинг, Люпин осторожно двинулся вперед, с палочкой и спускающей слабый свет. Он задумчиво оглядел знакомую и странную сцену. Он никогда не думал, что у него еще есть возможность вернуться сюда и снова пройти по секретному туннелю, по которому он когда-то ходил бесчисленное количество раз. Все казалось было, только вчера. Как будто, он вернулся в свое время, в Хагвартс, более двух десятилетий назад, лучшие дни своей жизни. До Хагвартса у Люпина никогда не было друзей. Когда ему было 4 года, его отец обидел Фенера Грейбика, оборотня. В отместку оборотень напал на него. С тех пор он стал оборотнем. Из-за этой личности все держатся от него подальше. Независимо от того, куда они идут, оборотни подвергаются дискриминации. Люпин все еще помнит, как спрашивал отца, почему они это сделали, но отец ничего не сказал и просто держа его, молча плакал. В этот момент Люпин тайно поклялся, что больше никогда не будет плакать, несмотря ни на что. До 11 лет его жизнь была очень темной, без какого-либо просвета. Люпин думал, что не сможет поехать в Хагвартс, как это делают другие дети. Другие родители не хотели бы, чтобы их дети были близки к оборотню, но Дамблдор дал ему надежду. Дамблдор приказал посадить его на территории школы и использовать ее, чтобы скрыть проход к лачуге Шрикинг в Хаксмиде. Когда было полнолуние, он ходил туда. Это должно было защитить безопасность других одноклассников, потому что он стал очень жестоким. Жители деревни Хаксмида слышали шумы и крики и думали, что это жестокий призрак. Дамблдор поддерживал эту байку и нанял людей, чтобы распространять слухи и поэтому люди держались подальше от него. Люпин до сих пор помнит те дни, когда боялся, что одноклассники узнают кто он. Он скрыл этот секрет от всех. Каждую ночь полнолуния он должен был говорить людям, что собирается навестить свою больную мать или уйти по какой-то другой причине. Затем он приходил сюда один и становился жестоким монстром, бросая, ломая и царапая все в хижине. Несмотря на то, что он пытался скрыть это, несколько одноклассников быстро догадались об этом. В то время Люпин чувствовал, что все кончено, и его выгонят из Хагвардса и вернут к жизни без света. Но Джеймс Поттер, Питер Петтигрю и Сириус Блэк приняли его и стали его первыми друзьями в жизни. Для этого они даже пошли изучать магию анимагуса. После пятого года они приезжали к нему каждую ночь полнолуния. Они путешествовали по Хагвардсу, под влиянием своих друзей. Люпин испытывал ненависть, что стал оборотнем. Если возможно, как сильно он хотел заморозить время в те моменты. Глава 86. Воспоминания Люпина. Глава 86. Воспоминания Люпина. Люпин отодвинул ворота потайного хода в сторону, поднимая много пыли. Он быстро выбрался с тайной дороги в грязный, пыльный дом. Обои были отделены от стены. Были пятна повсюду на полу. Мебель была повреждена. Казалось, что она была сломана. Окна были прибиты досками. Это была Шрекин Калачуга, визжащая. Люпин и его друзья были здесь много раз. Так как Блэк вторгся в замок, было очень вероятно, что он прячется здесь. Люпин вдохнул знакомый запах в воздухе. Он положил палочку на грудь, осторожно пересек темный проход и поднялся по лестнице, которая вот-вот рухнет. Как и первый этаж, все на втором этаже было покрыто толстым слоем пыли. Но это не касалось пола. Что-то недавно прошло здесь. Это был след от лапы, оставленной собакой. Люпин посмотрел вниз, и он был слишком знаком со следом. Это был знак, оставленный анимагусом Сириуса Блэка. Блэк, должно быть, был здесь недавно, и он, скорее всего, все еще прячется в доме. Люпин крепко схватил свою палочку и внимательно посмотрел на закрытую дверь в конце коридора. Блэк может прятаться за этой дверью, готовый выбежать. Хотя у Сириуса не было палочки, Люпин все еще чувствовал, что он должен быть на стороже. Он медленно приблизился, стараясь не издавать ни звука, и сосредоточил всю свою силу на кончике палочки, которая начала слабо светиться. Давай, Сириус, я знаю, что ты там. Люпин крикнул, его голос эхом отозвался в пустой комнате. Ничего не произошло, ничего не было слышно, кроме тишины. Люпин моргнул, и в следующую секунду его палочка быстро испустила толстый красный свет и выбила дверь. В номере была только роскошная кровать с балдахином, и занавески вокруг кровати были все пыльными. Там никого не было, только он стоял у двери и задыхался. Люпин ошеломленно уронил палочку. Блэка здесь не было. Может быть, он там побывал. Но после того, как он узнал, что его видели этим вечером, он спрятался в другом месте. Отчаянный трус. Люпин прошептал. Поведение Блэка не соответствовало ожиданиям Люпина. Он не был человеком, который бы убежал. Он был самым храбрым среди них, когда был студентом, но когда он опустился на колени и поцеловал халат Валдимарта, мужество прошлого Блэка, возможно, исчезло. Блэк больше не был храбрым гриффендерцем. Теперь он больше похож на злобного коварного слезеринца. Люпин постоял минуту у входа в комнату, и на его лице была неясная пустота. Он глубоко вздохнул и повернулся, чтобы уйти. Но он тут же остановился и увидел, что на кровати что-то осталось. Это была фотография. Люпин подошел и взял фотографию. На фотографии было четыре мальчика. Слева направо это были он сам, Джеймс Поттер, Сириус Блэк и Питер Петтигрю. Четыре человека на фотографии смеялись очень счастливо. Люпин вдруг почувствовал себя немного грустным. Он до сих пор помнит, что эта фотография была сделана на лужайке перед воротами замка, когда они закончили учебу. Всем была дана эта фотография. Его собственная фотография была отправлена Хагридом для Гарри в прошлом году, когда он собирал фотографии. Фотография Джеймса был потеряна в руинах в ночь, когда он был атакован. Фотография Питера должна была разлететься на куски вместе с его телом. Единственный, у кого осталась эта фотография, был сам Блэк. Возможно, он случайно оставил его в этой лачуге. Неожиданно Блэк сохранил эту фотографию. Люпин думал, что он уже потерял всякое чувство дружбы. Глядя на эту пожелтевшую фотографию, мысли Люпина вернулись в то время, когда они только что закончили учебу, в самый темный век магии. В то время черные волшебники во главе с Валдимартом бушевали в волшебном мире. Они открыто прибегали к насилию, распространяя ужас повсюду, убивая грязнокровных и маглов во имя удовольствия, и даже развязывая войну волшебников, чтобы изменить саму сущность волшебного мира. В этой затяжной войне Люпин стал свидетелем гибели многих людей, включая его бывших старейшин, одноклассников и многих невинных прохожих. В тот год, когда они окончили школу, осталось еще три года до окончания войны. Они не могли дождаться, чтобы присоединиться к ордену Феникса и встать на передовую против Валдимарта, хотя Валдимарт и его пожиратели смерти имели гораздо больше власти, чем орден Феникса. Однако, опираясь на тесное сотрудничество, они неоднократно пресекали заговоры Валдимарта и вырвались из его рук. Люпин думал, что это будет продолжаться до тех пор, пока Валдимарт не будет побежден. Но в последний год войны все изменилось. Дамблдор получил наводку, что по какой-то причине Валдимарт преследовал Гарри, сына Джеймса и Лили. Джеймс первоначально намеревался сражаться, но ради Гарри он, наконец, выслушал предложение Дамблдора и спрятался, защищая себя заклинанием Фиделиуса. В дополнение к Дамблдору, он и Питер Петтигрю были единственными, кто знал, где был Джеймс. Джеймс выбрал Сириуса Блэка, он считал его самым близким и сильным. Люпин также наивно полагал, что это был лучший выбор. Но он ошибался, они все ошибались. Менее чем через неделю после того, как Блэк стал секретным хранителем Джеймса и Лили, он продал их Валдимарту. Валдимарт вломился в их дом той ночью. Он убил их, но он не знал, почему ему не удалось убить Гарри. Узнав эту новость, Люпин все же вспомнил свою реакцию в то время. Он безумно искал Блэка. Ему нужно было спросить его и понять истину. Должно быть, что-то пошло не так. Почему умерли Джеймс и Лили, и почему не сработало заклинание Фиделиуса. До этого времени он не верил, что Блэк продал их Валдимарту. Два дня спустя Люпин нашел Блэка. Но он опоздал на один шаг, и Питер Петтигрю нашел его раньше него. Когда Люпин увидел Блэка на улице, он был окружен Аврорами. Он разбил Питера и могла в все улицы на куски минуту назад. Все было понятно. Блэк продал Джеймса и Лили Валдимарту. В последующем допросе он признался, что убил Питера Петтигрю. Люпин беспомощно стоял на углу улицы. Он увидел, как Блэк дико смеется, и тихо заплакал в углу. Это был единственный раз, когда Люпин пролил слезы с тех пор, как он был ребенком, когда он принял обет никогда не плакать снова. Глава 87. Память Питера. Глава 87. Память Питера. Лунный свет распространялся через окна в общую комнату башни Гриффиндера. В месте, куда лунный свет не мог дотянуться, маленькая фигурка дрожала под стулом. Питер Петтигрю потирал руки, почти запыхавшись. То, чего он всегда боялся в последние 12 лет, наконец-то произошло. Его бывший друг Сириус Блэк сбежал из-за скобана. Он вломился в Хагвартс, и там была просто стена, разделяющая их. Питер знал, что, продав Поттера и его жену Валдимарту, Блэк пришел отомстить и хотел убить его. Он инстинктивно хотел убежать, но не знал, где спрятаться. Он слишком хорошо знал Блэка. Теперь, когда он знает, что он все еще жив, он никогда не остановится. Даже если здесь были сотни дементоров, даже если Хагвартс был полностью перевернут с ног на голову, Блэк не сдастся. Он не остановится, пока не поймает его. Это был Сириус Блэк, настоящий Гриффиндерец-монстр, который никогда не знал страха или трусости. Может быть, все обойдется так же, как 12 лет назад, и он сможет подделать свою смерть. Эта мысль только что всплыла в голове Петра, но он быстро отверг ее. Это была не Макглавская улица, как и 12 лет назад. На этот раз он столкнется не только с Блэком. Здесь Хагвартс. В замке были Дамблдор, Снейп, Люпин, Макганагал, Гарри, сын Джеймса и Лили, а также молодой человек по имени Иван Мэйсон. Каждый из них был лучше, умнее, сильнее и храбрее его. Даже если он сможет обмануть Сириуса Блэка, обмануть всех этих людей будет невозможно. Куда я могу пойти, если я снова убегу? Если выжившие пожиратели смерти узнают, что он жив, они не отпустят его. В конце концов, поражение Темного Лорда пришло сразу после того, как Питер дал ему наводку. До сих пор Питер не понимал, как человек, который был настолько силен, что никто не смел даже упомянуть его имя, может быть побежден ребенком. Он чувствовал, что выбрал сильную сторону, как все дошло до этого момента. Казалось, все вернулось к исходной точке, к тому времени, когда он впервые поступил в школу 20 лет назад. Питер, маленький карлик, до сих пор помнит церемонию сортировки, на которую он пришел в школу. Он был тонок и слаб, трепетно двигаясь к сортировочной шляпе. Он носил его, и большая шляпа закрывала его глаза. Он вообще не мог видеть аудиторию. Он был слишком напуган. Он был таким, когда был ребенком. Он вообще ничего не сделал. Он был слаб, недостаточно умен и не имел таланта в магии. Он боялся, что его выгонит шляпа. Он боялся снова увидеть разочарованные глаза матери. Сложно, очень сложно. Сортировочная шляпа заговорила у него на ухе. Ты храбр, ребенок, ты недостаточно умный, ты не настроен и не готов усердно работать. Хотя ты и чистокровный, тебе будет очень трудно жить в слезерине, и у тебя нет качеств, требуемых Ревенкла и Гриффиндором. Даже будучи такой посредственностью, ты не готов остаться в практичном и обычном Хаффлпафе. Позволь мне подумать, куда тебя следует отправить. Да, куда мне следует пойти. Он потерял отца, когда был маленький. Хотя его семья была бедной, его мать сделала все возможные, чтобы купить все магические инструменты для него. Она возлагала на него большие надежды. Она рассказывала ему истории об отце, перед сном каждую ночь. Питер до сих пор помнит историю своей матери. В ее рассказе отец был героическим Гриффиндоромцем. Даже если он не был самым сильным, он был бесстрашен, даже перед лицом того, кого нельзя называть. Питер понимал это по тону матери. Она гордилась его отцом. Гриффиндор, Гриффиндор, Гриффиндор. Я хочу попасть в Гриффиндор. Я хочу набраться смелости. Я – храбрый человек. Питер громко закричал на сортировочную шляпу в своем уме. Я хочу преодолеть свою трусость. Я хочу быть воином, как мой отец. Я хочу, чтобы мной восхищались. Я не могу разочаровать свою мать. Гриффиндор. Сортировочной шляпе это показалось странным. Ты говоришь, что хочешь попасть в Гриффиндор. Ну, это может быть и не лучший выбор, но я надеюсь, что это именно так и будет в будущем. Найди мужество на своем пути, которое похоронено глубоко в твоем сердце. Гриффиндор. Питер Петтигрю над креслом радостно улыбнулся. Это был самый славный момент в его жизни. Казалось, он снова слышать, как только сортировочная шляпа громко крикнула всем о своем выборе. Он наконец-то сможет смотреть в довольные глаза своей матери. Но его улыбка вскоре исчезла, и сортировочная шляпа оказалась права. Он не подходил Гриффиндору. То, что он получил в этой школе, было лишь насмешками. Все смеялись над тем, что он недостаточно храбр. Исследования Хагвартса давили на него. Он обнаружил, что не было ничего, в чем он был хорош. Профессора смотрели ему в глаза, и в них не было другого чувства, кроме разочарования. Он был все дальше и дальше от ожиданий своей матери. Он не нашел мужества в этой школе, и он становился все более и более обычным и неполноценным. Он больше не мог так продолжать, ему нужен был кто-то, кто помог бы ему. Питер быстро обнаружил цель. Джеймс Поттер, Сириус Блэк и Римус Люпин были лучшими тремя в своем классе. Трое из них всегда сияли в своей небольшой группе. Возможно, им нужен был еще один член. Да, я смогу сыграть эту роль идеально. К счастью для него, они приняли его. Питер Петтигрю чувствовал надежду и счастье из-за этого. Он думал, что даже если он не сможет быть таким же хорошим, как они, он, по крайней мере, будет присутствовать и заставит свою мать гордиться им. За это присутствие и гордость, Питер был готов выдержать все. Для посторонних, он был членом этой небольшой группы. Он был другом Джеймса, Сириуса и Люпина. Но только Питер Петтигрю знал, что он просто последователь и ничего более. Джеймс рассматривал его как объект, чтобы показать свой талант Квиддича в любое время, и он был там, чтобы Сириус казался более храбрым и сильным. Даже по сравнению с Люпином Оборотнем, он всегда смотрел на себя вниз. Правда, он никогда не смотрел на них, как на друзей. В лучшем случае они были просто компаньонами, но чаще он был просто последователем. С этими чувствами трусости и смирения, последнее исчезло в конце концов, так как он в основном боялся, что именно это и было общее представление о нем всех остальных. Но Питер был доволен этим. Он не хотел стоять в центре сцены и получать общее внимание. Пока он был в своем скромном положении в углу, ему этого было достаточно. Возможно, он не нашел в этой древней школе мужества, но он полагался на другие способы найти присутствие и почесть, в которых он нуждался. Хотя и не сильно, по крайней мере, он не позволит своей матери чувствовать себя разочарованный. Он надеялся, что их будет достаточно, чтобы пройти через годы Хагвардса. Семилетняя карьера в Хагвардсе, наконец, позволила Питеру понять, что ему нужна не смелость, а грубая сила. Если бы у его отца была такая сила, он бы не умер таким образом, и его жизнь и жизнь его матери не была бы такой горькой. Грубая сила – это было то, что он преследовал. После окончания учебы его три товарища хотели присоединиться к ордену Феникса, чтобы сражаться против Валдимарта. Питер изначально хотел отказаться, потому что знал силу обеих сторон. Но он не осмелился этого сделать. Он привык подчиняться приказам трех других. Он не смел сказать «нет» своим товарищам. Это также требовало сильного мужества. У него никогда такого не было. Кроме того, он также боялся разочаровать свою мать. Он знал, что она хотела, чтобы он присоединился к ордену Феникса. Ожидания его матери всегда заставляли Питера находиться под давлением, но только в этот момент он обнаружил, что давление стало тяжелым бременем, не позволяющим ему дышать. Питер Петтигрю вспомнил то время, когда Джеймс, Сириус и Люпин были рады, что они снова и снова побеждали заговоры Валдимарта. Это заставляло его все больше и больше бояться. Он чувствовал гнев темного лорда и его ненависть к этим четырем людям. Это было похоже на бесконечный кошмар. Это больше не может продолжаться, Питер не мог видеть никакой пользы в борьбе с самим Валдимартом. Даже если бы он рисковал своей жизнью, чтобы сделать это, только Джеймс, Сириус и Люпин получили бы внимание. Не говоря уже о том, что Дамблдор постепенно остарел, его сила уменьшалась. И Валдимарт был в расцвете сил, его мощь и сила были сильнее, чем когда-либо. Пришло время выбрать его лагерь. Для слабого человека самое главное было не делать ничего драматичного, а сделать мудрый выбор. Он не мог тупо умереть за Дамблдора, как его отец в безвестности. Это глупое мужество не имело никакого смысла, кроме как оставить тяжкое бремя и горе для жены и детей. Он хотел сам выбрать свою судьбу. Он хотел получить грубую силу. Темный лорд пообещал ему. До тех пор, пока волшебный мир будет объединен, он получит силу и статус, о которых он никогда не мог даже и представить. Хотя метод был другим, до тех пор, пока у него она была, его мать, безусловно, гордилась бы им. Что касается сожаления и вины за предательство своих товарищей, Питер никогда этого не чувствовал. В его глазах он был просто последователем. И так было бы всегда. Глава 88. Эволюция заговора. Глава 88. Эволюция заговора. Он знал, что если он хочет быть просто последователем, он должен хорошо выбрать своего хозяина. У Питера Петтигрю была странная улыбка на лице. Если всех его спутников убил темный лордом, кто мог узнать, что он предал их? Его план казался надежным. Он начал продавать информацию о ордене Феникса, чтобы завоевать доверие темного лорда. Хотя Дамблдор сомневался в нем, Джеймс, Сириус и Люпин свидетельствовали за него, хотя он был самым скромным членом их небольшой группы. Питер Петтигрю слишком хорошо знал своих трех друзьях. Они не верили ему полностью, но гордость и слепое высокомерие возьмет свое. Даже если они не доверяли ему, они все равно поддержали бы его перед лицом Дамблдора. До тех пор, пока он был членом этой небольшой группы, трое из них будут безоговорочно поддерживать его. Глупые Гриффиндерцы. Они обеспечивают мне идеальное прикрытие. Узнав, что Дамблдор начал сомневаться в нем, Питер Петтигрю больше не продавал информацию, потому что он не был уверен, были ли информации о ловушке Дамблдора. Он знал, что ему придется терпеть и ждать возможности, которая позволит темному лорду полностью доверять ему. Он все еще помнил ту дождливую ночь 12 лет назад, когда Сириус, Джеймс и Лили оказались в затруднительном положении, и они попросили его стать тайным хранителем Джеймса и Лили. Это было основано на рекомендации Сириуса. Валдимарт обязательно придет за Блэком, но он не должен обращать внимание на такого слабого, бездарного, как Питер. Это было также то, что они всегда думали о нем, смиренном, слабом, глупом компаньоне, который никогда не смел им противостоять. Они считали его самым подходящим тайным хранителем. Об этом никому не говорили. Даже Люпин и Дамблдор не знали об этом. Это был просто секрет между ними четырьмя. В ту ночь Питер чувствовал себя и счастливым, и грустным. Он всегда терпеливо ждал своего шанса, и теперь он стал тайным хранителем Поттера. Когда он определил, что Гарри, которого искал Валдимарт, был в доме, он не мог дождаться, чтобы найти темного лорда. Он поклонился и продал Джеймса и Лили темному лорду. Как и ожидалось, он получил доверие, о котором всегда мечтал. Темный лорд также сообщил ему дорогу одно место, к древнему реликвию. В этой реликвии была скрыта сильная темная сила. Темный лорд, должно быть, был там в школьные годы. Было сказано, что сам Валдимарт, там спрятал источник силы, конечно, не всю, но Питер не был достаточно жадным, чтобы хотеть становиться таким сильным темным волшебником, как темный лорд. Как всегда, пока у него было свое скрытое место за кулисами, он был доволен. До этого в Хагвартсе он полагался на Джеймса, Сириуса и Люпина, чтобы получить это место. Теперь, темный лорд, гораздо более могущественный волшебник, поможет ему найти его место. Питер Петтигрю так думал, но кто бы мог подумать, что темный лорд на самом деле потерпит неудачу и проиграет против новорожденного ребенка. В течение некоторого времени он думал, что он очень близок к успеху, и что он мог видеть силу и статус у его ног. Однако эта мечта мгновенно разрушилась, и ему ничего не оставалось, как бежать. У Питера Петтигрю не было выбора. Помимо бесконечного гнева Сириуса, он также должен был избегать погони других пожирателей смерти. Метод, который он выбрал, было сыграть собственную смерть. Когда проклятие Сириуса ударило его, он использовал заклинание, чтобы взорвать всю улицу, оставив только один палец и позволяя всем думать, что он мертв. Сириус Блэк занял его место в качестве главного виновника всего инцидента. Как он и думал, гордый Сириус ничего не стал объяснять другим. Он чувствовал, что убил Джеймса и Лили, порекомендовав Питера в качестве тайного хранителя. Он хотел поехать в Аскабан. Ему удалось сбежать, и его мать потеряла сына, но получила медаль сэра Мерлина первого класса, хотя он должен был получить гораздо больше, чем это. Питер Петтигрю видел своими глазами, что его мать похоронила эту медаль и его по лицу могилы его отца. На его надгробии была выгравирована надпись «Храбрый и бесстрашный солдат», заслуженный Гриффиндорец, отдавший свою жизнь против темных сил зла, заставив гордиться своих родителей. Да, с точки зрения его матери, он наконец-то стал кем-то вроде его отца, и по такой глупой причине она должна быть довольна своей жизнью. Питер Петтигрю закрыл глаза от боли. С этого момента он должен прятаться в доме у Изли как крыса. Он знал, что должен поддерживать связь с магическим миром, чтобы узнать о темном лорда, когда он вернется. В прошлом году он снова увидел темного лорда в Хагвартсе. Некогда могущественный темный волшебник стал простой слабой тенью. Честно говоря, Питер был очень разочарован. Он не мог понять, что происходит. Если Валдемарт больше не был достаточно силен, чтобы быть страшным, каково значение его собственного предательства? Он не сразу раскрылся. Он решил понаблюдать за Валдемартом и посмотреть, так ли он силен, как раньше. Питтигрю был благодарен за это. В течение следующих двух лет он дважды был свидетелем провала Валдемарта. Увидев, как Валдемарт снова и снова терпит неудачу, Питер Петтигрю был в ужасе. Он не понимал, почему темный лорд проваливался. Очевидно, он был невероятно силен. Но против ребенка он продолжал проигрывать. Казалось, что ситуация действительно изменилась. Возможно, ему следует снова сменить лагерь. Питер Петтигрю проснулся от воспоминаний, что-то двигалось снаружи. Он спокойно вытянул голову и посмотрел, кто там. Время уже был три часа ночи. Снаружи был домовой эльф по имени Добби, который упаковывал вещи. Питер Петтигрю сузил глаза, чувствуя, что они находятся в похожем положении. Они все были такими смиренными, такими слабыми. Раньше эльф был рабом Малфоя, но теперь он был слугой Ивана Мэйсона. Возможно, он мог бы, как Добби, обратиться к Гарри Поттеру и укрыться с этим спасителем, который несколько раз побеждал Валдимарта. Это не было невозможно. События того года были известны только Сириусу Блэку. Пока с Сириусом разберутся, он сможет появиться перед толпами в качестве героя. Ситуация полностью изменилась. Поскольку Валдимарт потерял свою власть, члены его партии и пожиратели смерти, которые не были заточены в Аскабане, не должны представлять для него никаких проблем. Пришло время вернуться в волшебный мир. Единственная проблема была в Сириусе Блэке. Пока его не устранят, никто не должен знать, что произошло. У Питера Петтигрю появилась новая странная улыбка на губах. Он задумался об этом. Он мог сказать остальным, что на протяжении многих лет перенес бремя унижения. Он охранял единственное наследие своего бывшего друга и защищал Гарри от злых сил. Он может появиться, став грустным героем. Он станет величайшим героем, победившим Валдимарта. Он может даже стать единственным опекуном Гарри. Даже если Дамблдор и Люпин будут скептически настроены, у них не будет веских оснований возражать. Это было действительно замечательно. Возможно, Министерство магии рассмотрит вопрос о награждении его медалью Мерлина. И тогда он сможет вернуть источник энергии, спрятанной для него глубоко в лесу. Эти почести, силы он должен все вернуть. Питер Петтигрю знал, что ему нужен план, план, чтобы полностью избавиться от Сириуса Блэка. Прежде всего, для того, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение плана, ему необходимо исчезнуть из толпы. Он хотел избежать преследования Сириуса Блэка и Кота по имени Кривоши, и он не мог объяснить, почему, но Питер чувствовал, что мальчик по имени Иван Мэйсон, казалось, сомневался в нем. Он должен был быть осторожен. В конце концов, он смог победить Валдимарта, несмотря на свой молодой возраст. Как он знал, Иван не полагался на удачу или помощь Дамблдора, как это делал Гарри. Мальчик был полностью сам по себе, и он победил Валдимарта своей силой и мудростью. Это было ужасно. Питер боялся, что Иван уже что-то знает. Сначала он должен спрятаться. Тогда ему нужна была палочка. Конечно, эти две вещи не были слишком сложными. Трудная часть заключалась в том, что он хотел знать, где Сириус. Если Сириус будет найден, кто-то в замке будет готов в помощь ему разобраться с ним. Петтигрю вдруг вспомнил, что однажды он сделал карту мародера с Джеймсом, Сириусом и Люпином. Эта карта может ему помочь. Он вспомнил, что карта мародера была конфискована Филчим в седьмом классе. Если ничего не произошло, она все еще должна быть там. Глава 89. Выявление и убийство оборотней. Глава 89. Выявление и убийство оборотней. Через несколько дней после Хэллоуина вся школа говорила о Сириусе Блыке. Дискуссии были сосредоточены на том, как ему удалось проникнуть в замок. Иван слышал, как люди говорили, что Блэк невидим и тому подобное. Ханна Хаффлпав даже написала статью об этом как вклад в магию Хагвартса. Она клялась, что была свидетелем воплощения Блэка в цветущий куст. Эта статья была представлена, пока Ивана не было, но она была отклонена Гермионой. Благодаря серии статей о дементорах, с начала учебного года продажи магии Хагвартса были хорошими, а выпуск заклинаний Патронуса достиг самого высокого рекорда с полным тиражом более 2000 экземпляров. В дополнение к волшебникам школы, многие взрослые волшебники узнали об этом защитном заклинании через магию Хагвартса. Иван только что узнал, что очень много людей не знали об этом заклинании раньше. Он беспокоился об общем уровне силы в волшебном мире. Помимо нарастающих эзотерических слухов, в замке произошло много изменений. Например, портрет толстой дамы, который был поврежден, был снят со стены и заменен портретом полностью вооруженного сэра Кадагана и его толстого серого пони. Никто не был доволен этим. Сэр Кадаган половину своего времени бросал вызов людям и просил их сражаться с ним. Остальное время тратил на обдумывание сложных и нелепых паролей. На самом деле он менял пароль дважды в день. В качестве другого примера, Гарри теперь находился под наблюдением. Профессора ходили с ним по коридору по разным причинам и под разными предлогами. Перси следовал за ним повсюду, словно он был его сторожевой собакой. Блэк вторгся в замок. Больше всего, должно быть, пострадал Питер Петтигрю. Рон сказал Ивану, что крысиный тоник, который он ему дал, не действует. Теперь, кроме питьевой воды, Короста ничего не ела. Он оставался в углу его кровати весь день и не двигался, как мертвый. Более точное описание должно быть в том, что он ждал своей смерти. Иван уже проверил все. Зелье поиска было эффективным. Он чувствовал присутствие крысы, когда он был менее чем в один метрах от него. Следующим шагом был поиск возможностей связаться с Сириусом Блэком. Это будет конец мероприятия в этом году. Но первых два неудачных контакта заставили Блэка опасаться Ивана. Он стал более осторожным и Иван не знал, где он скрывается. Согласно оригинальной истории, Блэк должен был спрятаться в лачуге Шрикинг, но Иван проверил после Хэллоуина, и его там не было. В канун Хэллоуина Люпин также видел Блэка. Он знал о лачуге. И с осторожностью Блэка он не мог там оставаться. Так же, как Люпин не доверял Блэку, Блэк не доверял Люпину. 12 лет жизни в Аскабане оставили в нем мало здравого смысла. Он не доверял Дамблдору. У него только месть на уме. Блэк теперь, скорее всего, прятался в запретном лесу. Иван не был заинтересован в том, чтобы искать собаку по всему лесу. Он решил разработать план, чтобы вывести его. За обеденным столом Иван увидел, как из зала выбегает кривоший с большой буханкой хлеба. Внезапно в его голове вспыхнула идея. Может быть, он мог бы использовать его. Кошка Гермионы была умной и непонятной, и иногда Иван подозревал, что это также анимагус. Должно быть, он стал другом Сириуса Блэка. Хлеб, который он только что взял, был для Блэка. Как только Иван посмотрел на кривошея, который проскользнул мимо него, он увидел, как Гарри. Прон и Гермиона входят в аудиторию с выражением разочарования. Ты знаешь, что Снейп сказал мне сделать? Он попросил меня вытереть кастрюли в школьном лазарете. И мне даже не разрешали использовать магию. Прон задыхался, его кулаки плотно сжались. Почему Блэк не спрячется в офисе Снейпа? Он мог позаботиться о нем для нас. Как Прон? Разве у студентов три курса не было защиты против темных искусств сегодня утром? Спросил Колин. Как ты можешь быть наказан Снейпом? Хороший вопрос, Колин. Рон тяжело кричал. Я на самом деле был наказан Снейпом в классе защиты от темных искусств утром. После обеда я пошел в класс с зелий, и мне пришлось терпеть его еще раз. Но почему? Поскольку Снейп сказал, что профессор Люпин болен и не сможет посещать занятия, эта сессия защиты темных искусств была его. Гарри сел сердито. Снейп, должно быть, имеет к этому какое-то отношение. Помните, я сказал, что он дал профессору Люпину рецепт зелья несколько дней назад, что он положил в это зелье. Слова Гарри были одобрены Роном. Иван знал, что зелье Снейпа было агентом яда Скорпиона. Зелье нужно было принимать за неделю до полнолуния. Сегодня должен быть день трансформации Люпина. Неудивительно, что его никто не видел. Не говори глупостей, Гарри. Зачем Снейпу это делать Гермиона? Вынула свой учебник защиты от темных искусств. Он всегда хотел преподавать этот курс. Рон крикнул. Посмотри, что он сделал в классе. Он потратил половину времени на критику методов обучения профессора Люпина, а остальную половину времени класса задавал нам странные вопросы. О чем он спрашивал? Речь шла об оборотнях, Колин. Рон повернулся и сказал. Снейп спрашивал нас, как мы узнаем оборотня? Гермиона знала ответ, но он не позволил ей говорить. Я спросил его. Если он не хочет услышать ответ, почему он продолжает спрашивать? И именно поэтому я был наказан. Но для этого должна быть причина. Почему он хочет, чтобы мы знали, как распознать оборотней? Сказала Гермиона задумчиво. Все возможно. Может быть, его укусил сумасшедший оборотень, поэтому он сошел с Умарон. Сказал крича. Я имею в виду, посудите сами. С ней поставил нам домашнее задание, в котором обсуждается идентификация и убийство оборотней. Как минимум две пергаментные бумаги. Он абсолютно сумасшедший. Разница между оборотнем и настоящим волком. Симптомы оборотня в человеческой форме. Гермиона просмотрела свой учебник защиты от темных искусств. Боже, Гермиона, ты действительно собираешься закончить задание о том, как узнать злого оборотня и убить его. Средний палец и безымянный палец одинаковой длины, слабые, полная луна, смена времени, страх. Гермиона проигнорировала его. Ее руки быстро пересекли книгу. Тогда казалось, что она что-то нашла. Она резко подняла голову, и ее красивые карие глаза были полны шока. Оборотень не обязательно злой. Видя взгляд Гермионы, Иван знал, что она узнала правду, и он вздохнул. Волшебники обычно думают, что у него нет сознания и чувств, и что он знает только разрушение и убийство, будучи полным кровожадных желаний. На самом деле, это изображение неверно. Вы должны знать, что даже чистый сердцем человек, человек, который не забывает молиться по ночам, неизбежно превратится в волка в полнолуние под воздействием лунного света. Иван спокойно посмотрел на Гермиону, но у него добрый характер. То, что он оборотень, не значит, что мы не можем ему доверять. Не правда ли, Иван? Гермиона задала этот вопрос, смущаясь. Но из-за его слов, она стала меньше волноваться. Да, я доверяю ему. Иван кивнул. Гарри, Рон и Колин смотрели на Ивана и Гермиону. Они были сбиты с толку, и они не могли понять, о чем они говорили. Глава 90. Один и краткая противник по квиддичу. Глава 90. Один и краткая противник по квиддичу. Хотя Иван сказал, что доверяет ему. Лицо Гермионы все еще было мрачным, как темное ночное небо. Она не могла поверить, что профессор Люпин на самом деле окажется оборотнем. Новость была слишком шокирующей. Вот что я вам скажу, мы что-то упускаем. Рон подозрительно посмотрел на Ивана и Гермиону. Гарри и Колин кивнули, требуя ответов. Иван и Гермиона посмотрели друг на друга. Гермиона не была уверена, должна ли она сказать им, что профессор Люпин был оборотнем. Поскольку и Дамблдор, и Иван верили в него, она также должна держать это в секрете. Более того, профессор Люпин был особенно дружелюбен, и ничто не напоминало образ порочного оборотня. Гермиона тихонько пнула Ивана под столом и кивнула таким образом, чтобы он ответил на вопрос Рона. У Ивана не было идеи, что сказать его друзьям. К счастью, он увидел Оливера Вуда с сердитым лицом, и что команда Гриффиндера по Квиддичу собралась вместе. Плохие новости, мы не будем играть против Слизерина завтра. Сказал он сердито профессор Макганагалл, только что сказала мне, что завтра нашим соперникам будет Хаффл Паф. Почему? Другие игроки спросили в один голос. Оправдание Слизерина заключается в том, что рука их травмированного игрока еще не зажила. Вуд нахмурился, яростно задыхаясь. Но цель этого очевидна. Они просто не хотят играть в такую погоду и думают, что это уничтожит их шансы на победу. В Хагвартсе была штормовая погода в последние дни. Когда Вуд закончил свои слова, все услышали грохот грома за пределами замка. Игрок Слизерина, Ангелина сказала с удивлением, это Дракомалфай. Его рука была ранена в классе ухода за магическими существами в первую неделю начала занятий, когда он был атакован клювокрылом Хагрида. Рон прошептал, но это было именно то, что он заслужил. Если бы я был клювокрылом, он бы испытал, что похуже. С рукой Малфая больше никаких проблем сказал. Гарри яростно. Она полностью зажила. Я понимаю, но мы не можем это доказать, с горечью сказал Вуд. Они использовали это как оправдание, когда говорили с профессором Снипом. Я знал, что это был он. Гарри и Рон кричали с отвращением. Проблема сейчас в том, что мы тренируемся для Слизерина и завтра играем против команды Хаффлпаффа. Их стиль совсем другой. Еще более хлопотно то, что в этом году у них новый капитан-искатель. Седрик Диггари. Как только его голос прозвучал, Анджелина, Алисия и Коти внезапно хихикнули. Над чем вы смеетесь? Вуд с любопытством осудил это беззаботное поведение. Ты имеешь в виду того высокого, красивого парня, верно Ангелина? Сказала. Сильный, неразговорчивый. Коти добавила он действительно чарует. Они снова начали хихикать, а Вуд и Фред выглядели очень несчастными. Он не часто говорит, потому что слишком глуп, чтобы сказать два слова подряд, нетерпеливо сказал Фред. Оливер, я не понимаю, почему ты волнуешься? Но команда Хаффл Паффа – легкий соперник. Когда мы в последний раз играли против них, Гарри поймал золотой снич всего за пять минут. Разве ты не помнишь? Мы оказались в совершенно другой ситуации. Вуд крикнул, его глаза слегка выпучены. Диггари организовал сильную команду. Он прекрасный искатель. Меня беспокоит твое мышление. Нельзя недооценивать врага. Мы должны решить основные вопросы. Слизерин хочет наблюдать за нами на каждом шагу в поисках наших ошибок. Мы должны победить в этом году. Голос Вуда был громким. Достаточно громким, чтобы большинство людей в зале с любопытством повернулись. Оливер, успокойся и не сердись. Фред немного запаниковал. Мы отнесемся к Хаффл Паффу. Серьезно, мы серьезны. Все учебные группы. В три часа дня. Все игроки должны собраться на стадионе для квиддича. Мы должны разработать комплекс стратегий по преодолению последствий. Никто не говорил. Все бледно кивнули. В их глазах Иван видел бурю. Он молча помолился за этих ребят. Иван мог понять настроение Вуда. Этот год был его последним в Хагвартсе. Он должен был получить кубок по квиддичу. С тех пор, как Гарри присоединился к команде, команда Гриффиндера явно была сильнейшей в школе, но за последние два года они всегда сталкивались со всеми видами инцидентов и в конечном итоге пропускали кубок квиддича. Если быть более точным, это был Гарри, который был действительно ненадежным. Помимо того, что он был выдающимся искателем, он должен был выполнять работу в качестве героя на неполный рабочий день. Если Гриффиндер не получит кубок квиддича в этом году из-за него, не будет необходимости в Валдимарте, потому что сам Вуд убьет Гарри. Да, у него это было в глазах. Внезапная тренировка продолжалась до 7 часов вечера. Иван, только что, убедил Гермиону никому не говорить, что профессор Люпиноборотень. Затем он увидел, как члены команды вползли в общую комнату, выглядя измученными. Немного поговорив, они пошли в общежитие и уснули. На следующий день, около пяти часов утра, Иван проснулся. Его разбудили ревущие ветры за пределами замка. Он слышал грохот грома в воздухе, суматоху ветра, ударяющегося о стены замка, и звук деревьев в запретном лесу. Он вышел из спальни с сонными глазами и увидел, что Гарри был одет, и тихо взял свой светлый нимбус 2.0 перед камином в общей комнате. Не было света в камине, и во всей общей комнате было очень темно. О, Гарри, когда это ты проснулся? Доброе утро, Иван. Гарри сказала беспокоенным голосом. Около трех часов меня разбудил Пивс. Он продолжал дуть воздух мне на шею. И потом ты сидел здесь все это время. Да, Кривоший хотел проникнуть в наше общежитие. Я сидел на лестнице, чтобы он туда не попал. Ребятам нужен был отдых. Но тебе тоже нужно сделать перерыв. Сказал Иван с удивлением. Через три часа тебе придется провести целый день на улице, летая в такую призрачную погоду. Я не хочу спать, Иван. У меня зловещие предчувствия. Гарри слабо махнул рукой. Большой черный пес, неизвестный. Когда я тренировался прошлой ночью, я увидел его в направлении запретного леса. Он наблюдал за нами в лесу. Это должна быть просто бродячая собака. Иван не мог понять, что Сириус делает в такую плохую погоду. Любой нормальный человек попытается найти укрытие от дождя. Однако, судя по нынешней ситуации, Сириус Блэк не был нормальным. Но это уже третий раз. Я не могу просто видеть все время одну и ту же бродячую собаку. Гарри вздохнул. Ты знаешь, что Блэк преследует меня. Если это означает смерть, я боюсь. Тебе не нужно беспокоиться о бродячей собаке. Я видел его много раз. Слова Гарри напомнили Ивану о том, что произошло в оригинальной истории во время игры. Он посмотрел на небо и добавил. Гарри, тебе нужно сохранить силы на данный момент. Если есть что-то, о чем тебе стоит беспокоиться, я думаю только о дементорах. Дементоры. Гарри поднял глаза и его лицо мгновенно побледнело. Да, эти ребята находятся недалеко от Квиддич-поля, и счастливая атмосфера на поле должна стать для них большим праздником. Если они придут, то Иван замолчал, а затем сказал. Тебе нужно подготовить свою палочку и быть готовым использовать заклинание Патронуса. У меня никакого прогресса с этим заклинанием. Гарри покачал головой. Я, кажется, не имею какие-либо счастливые воспоминания, о которых я могу вспомнить. В течение следующих нескольких часов Иван практиковал заклинание Патронуса несколько раз с Гарри. Независимо от того, как сильно он пытался, палочка Гарри могла только испустить пятно белого тумана. Иван вздохнул. Хотя это, возможно, не сможет отогнать дементоров. Это было лучше, чем ничего. Этого должно хватить, чтобы сопротивляться некоторое время, давая ему достаточно времени, чтобы благополучно приземлиться. Кроме того, с Дамблдором, наблюдающим за игрой, Иван действительно думал, что более сотни дементоров не смогут ничего сделать. Глава 91. Странные мысли. Глава 91. Странные мысли. После завтрака Иван вышел из замка под проливным дождем. Холодный дождь заставлял его дрожать. Он видел, как Гермиона, Колин и Джинни дрожали рядом с ним. Несмотря на это, они не теряют энтузиазма. Как псевдофанат с сильным страхом высоты и небольшим энтузиазмом по поводу Квиддича, Иван не понимал, почему этот спорт был настолько популярен. Погода за пределами замка бушевала ветрами и проливным дождем, но чтобы посмотреть эту игру, учителя и ученики школы выбежали на улицу, как обычно. Они побежали по лужайке на Квиддича, сели на мокрые трибуны и опустили головы, чтобы противостоять сильному ветру. Ему было плохо. За полчаса до этого Иван намеревался провести день в уютной, теплой библиотеке. Он уже принял решение, что независимо от того, что скажет Колин, он никогда не сделает шаг за пределы замка при такой рогоде. Об этом не может быть речи. Но Колин даже не пришел к нему. На самом деле он пошел к Гермионе и Джинне напрямую. Иван был вытащен ими обоими, сказав, что он должен выйти, чтобы поддержать команду, потому что эта игра была очень важна для Гриффиндера. Глядя на их лица, Иван почувствовал, что если он не согласится выйти, а Гриффиндер проиграет, то эти двое сделают ответственным за это, его нет выхода. Он вздохнул и последовал за ними из замка. В отличие от него, Колин, Гермиона и Джинне улыбались. Излишне говорить, что улыбка Колина была честной. За последние два года он узнал Ивана достаточно хорошо, чтобы знать, как надавить на него. Джинне улыбнулась, потому что внешность Ивана показалась ей забавной. В конце концов, его обычный образ, образ слишком зрелого, спокойного и всезнающего, совсем не похож на 12-летнего мальчика, как он выглядит сейчас. Что касается улыбки Гермионы, она была относительно более сложной. Конечно, она разделяла те же причины, что и Колин и Джинне, но это не было основным фактором, который создал ее улыбку. Вытаскивая Ивана из замка, ей хотелось смеяться. Она не знала источника этого смеха, но глубоко в сердце она чувствовала себя счастливой. Может быть, это такой смех? Четыре из них имели разные выражения, когда они шли на трибуны. Рон уже оставил для них места. Иван не знал, показалось ли ему, но он чувствовал, что Рон странно смотрит ему в глаза. Трудно сказать, но на самом деле это напомнило ему, как Снэйп смотрит на него. Иван покачал головой. Должно быть, это было неправильное впечатление. На самом деле, гипотеза Ивана была верна. Глядя на Гермиону и Джинне, которые смеялись и шли с Иваном позади него, Рон не знал, почему у него было странное чувство, состоящее в основном из зависти и ревности. Эти две эмоции, с которыми он был очень знаком, в последние несколько лет у него было это чувство к его брату и к его лучшему другу Гарри. Но сейчас он смотрит на Ивана. Помимо ревности, в его сердце было странное чувство неприязни, которого он никогда раньше не испытывал. Рон вдруг вспомнил сон, который ему часто снился в последние несколько ночей, и девушку, которая часто появлялась в них. Она была похожа на Гермиону, он безжалостно покачал головой. Гермиона появилась в его снах. Может, это просто совпадение? Кроме того, почему ему снилось, как он делает что-то подобное с Гермионой? Гермиона была просто его другом, но когда он увидел ее с Иваном, сидящим вместе, Рон чувствовал себя очень некомфортно внутри. Интуиция подсказывала ему, что между ними должно происходить что-то, о чем он не знал. Эти вещи являются главным источником этой незнакомой ненависти в его сердце. Под влиянием этого чувства внимания Рона переключилась с Квиддич, Матча, на людей рядом с ним. Он обнаружил, что чем больше он смотрел на Ивана, тем хуже он чувствовал себя. Очевидно, он был на год моложе его, что делает его еще лучше. Рон заставил себя не думать об этом, ведь Ивану удалось спасти его в прошлом году. Мысли в его голове были определенно плохими. Он глубоко вздохнул и вдруг вспомнил, что случилось в прошлом году, черный дневник и что написал для него Том Риддл. Хотя это он воплощением Валдимарта в качестве студента, хотя он был злым, глубоко внутри. Рон должен был признать, что он говорил правду в своих словах. Против плохого обращения Малфая он вышел, чтобы защитить ее, заставив его потратить неделю на рвоту отвратительными слизнями. Перед лицом неразумного отношения с Нипа, он выступил за нее и был наказан тем, что был вынужден провести всю ночь, очищая писсуары. Столкнувшись с... Он явно сделал все это для нее. Но сейчас рядом с ней находится Иван. Это действительно как сказал Том Риддл. Нет, нет, должно быть что-то не так с ним, чтобы иметь такие опасные идеи. Рон убрал глаза от Ивана и Гермионы, глядя в центр поля. Стали появляться команды Гриффиндера и Хаффлпаффа по Квиддичу. Под возгласы зрителей Иван увидел игроков Гриффиндера, выходящих из раздевалки. Ветер бушевал, и когда они вошли на стадион, они все пошатнулись. Он даже не мог ясно видеть тонкий силуэт Гарри. То же самое было и с Хаффлпаффом. Иван мог лишь смутно видеть семерых людей, одетых в канарские желтые одежды, стоящих на площадке. Парень, который пожимал руку Вуду, должен был быть Седриком Дикгоре. Хотя он никогда не встречался с ним, Иван был очень впечатлен именем. В дополнение к тому, что он помнил, что он был в Кубке Трех Волшебников в следующем году, который закончился тем, что его убил Валдимарт. Дикгоре сделал много вклада в магию Хагвартса в этом году. Из его статей видно, что Дикгоре был отличным волшебником и провел очень глубокие исследования метаморфозы. Но Иван не знал, насколько хорош он будет в Квиддиче, особенно в такую плохую погоду. Если они с Гарри не увидят Снитч, всем будет очень плохо, ведь придется сидеть весь день под холодным дождем. Через несколько секунд, со свистком Миссис Хуч, игра началась. Размытые красные и желтые фигуры прыгали вверх и вниз. Иван не мог знать, как продвигается игра, и даже не мог услышать комментарии из-за ветра. Несмотря на то, что на нем был плащ, он пропитался водой. Он чувствовал, что замерзает. Во время интенсивного дождя он видел, как Гарри двигался на вершине поля, и его состояние было намного хуже, чем у него. Иван видел Гермиону, сидящую рядом с ним, холодную и дрожащую, но она, казалось, была в приподнятом настроении, как будто кто-то дал ей зелье счастья. Он не знал, что Гермиона так любила Квиддич, как она раньше этого не показывала. Он вспомнил, что, когда Гриффендер играл против Хаффлпаффа в прошлом году, Гермиона решила не приходить на игру, чтобы ускорить создание оборотного зелья. Если и была какая-то разница между этим годом и предыдущим, так это то, что Седрик Диггари стал капитаном Хаффлпаффа. Он также вспомнил, что вчера Ангелина сказала, что этот парень очень красивый. Иван внезапно стал необъяснимо нервничать, и он бессознательно поднял глаза и искал присутствие Диггари. Потом он увидел, что Рон все еще смотрит на него, и выражение его лица становилось все более и более странным. Что сегодня происходит? Что такое с этими двумя? Глава 92 Праздник Дементоров Глава 92 Праздник Дементоров Иван видел, как Рон паниковал и оборачивался, как будто хотел избежать зрительного контакта. В этом нет ничего хорошего. Он что-то скрывает от меня. Он задумчиво посмотрел на Рона. Это как-то связано с Питером Петтигрю. Но, судя по выражению Рона, это, похоже, не так, похоже, что. Мгновение спустя гром взревел в воздухе, и Иван повернул голову, когда молния в форме вилки пересекла небо. Он увидел Гарри, пролетающего над его головой. В воздухе Гарри был настолько холодным и онемевшим, что ему пришлось прижаться к своей метле, направляя ее через бурный воздушный поток и искать Снитч повсюду. Когда он избежал удара справа от себя, он увидел, как Дик Гарри прокрался под ним. Дик Гарри летел в противоположном направлении. Он заметил Снитч. Они больше не могли так продолжать, и ситуация становилась все более и более опасной. Гарри быстро повернулся и захотел вернуться на середину поля. Но именно тогда вспышка молнии осветила трибуны. Гарри увидел нечто, что полностью отвлекло его. Силуэт огромной черной собаки, который отчетливо отражался в небе над пустыми сидениями секции Слизерина. Они мевшие руки Гарри скользнули по метле, и его нимбус 2.0 упал на несколько футов. Он убрал мокрые волосы с глаз и прищурился, чтобы посмотреть вверх. Собака исчезла. Гарри огорченный. Крик Вуда исходил от ворот Гриффиндора. Гарри, позади тебя. Гарри запаниковал, и Дик Гарри спустился в поле. Маленький золотой Снитч мелькнул между ними под дождем. Гарри опомнился и бросился к ней. Все сразу же остановились и посмотрели на двух искателей, которые приближались к Снитчу. Дик Гарри был ближе, но Гарри был быстрее. На трибунах холодная маленькая рука Гермионы внезапно схватила левую руку Ивана, и она закричала от ужаса. Смотрите, смотрите. Качающийся капюшон и воздух наполнился запахом гнилого мяса. Вдоль струн льда, образующихся вокруг дементоров, Иван увидел что-то летящее из трибун, которое должно быть чем-то, что забирали дементоры выше. Это было их счастье. Весь мир мгновенно стал черно-белым, и на ступенчатых трибунах вокруг поля не осталось ничего, кроме тишины. Хотя ветер был все еще таким же сильным, как и раньше, они больше не могли слышать его вой, как будто кто-то выключил звук. Иван видел, как Гермиона кричала на него, но он ничего не слышал. Он выдернул палочку и нацелился на дементоров в центре поля. Экспекта патронум он кричал, но не мог услышать свой собственный голос. Его палочка испускала серебряный свет, раскачиваясь, как пламя на ветру и дожде, принося момент цвета в этот черно-белый мир дикости. Но нет, эта нить мгновенно рассеялась и превратилась в слабый зеленый дым. Черт, тут слишком много дементоров. Иван снова произнес заклинание и продолжал думать о счастливых воспоминаниях. Удивление от получения письма Хагвардса. Радость от изучения его первого заклинания. Счастливые времена, когда он был с друзьями. В это время свет кончика его палочки становился все сильнее и сильнее. Полное животное постепенно формировалось. Но этого было недостаточно, и темный страх, принесенный дементорами, пришел со всех сторон. Иван прижал палочку и вспомнил сцену, когда он впервые использовал полный патронус в поезде. В то время он также не мог держаться. Гермиона дала ему надежду, и он попытался вспомнить это чувство. Иван вдруг почувствовал, как дрожащее, слабое тело цепляется за него. Он повернулся, чтобы увидеть, как Гермиона нервно смотрела на него. Да, именно это чувство. В следующую секунду ослепительное серебристо-белое животное появилось из палочки Ивана. Сила заклинания патронуса исходит из положительной энергии сердца. Помимо счастливых моментов, которые можно вспомнить, это происходит также от надежды, желания жить и от желания защищать. Когда вы хотите глубоко в сердце защитить кого-то, тогда можно призвать защитника. Патронус сильнее, когда решимость защищать сильнее. Это было несчастливое воспоминание. Это решимость Ивана защитить Гермиону, что усилило заклинание. Его патронус был котом, но гораздо более сильный и свирепый, чем обычный. Он был окрашен серебряными лентами и походил на тигра. Это кошка или тигр? Все молодые волшебники на трибунах громко воскликнули. Они никогда не видели такого странного, редкого существа. Но Иван знал, что его патронус и анимагус имели одинаковый образ и все были черными кошками. Потому что в тот момент, его желание защитить Гермиону исходило из самого сердца. Это сделало этого стража действительно сильным. Патронус представляет то, что скрыто, неизвестно, но необходимо внутри личности. Это пробужденное тайное я, которое дремлет до момента необходимости. Патронус Ивана величественно принял всю его решимость защитить Гермиону, яростно бросившись к дементорам в центре поля и прогнав их. В воздухе Гарри быстро подошел к Снитчу. Он лишь немного отстал, но оказался быстрее Дикгори. Но потом, казалось, время застыло. Гарри чувствовал, что он вошел в черную дыру, из которой он никогда не сможет вылететь. Он беспомощно пытался двигаться вперед. Окружающие температуры становились все ниже и ниже. Его дыхание начало замедляться, как будто его легкие замерзли, и ледяной дождь просверлил его тело, разрезая его изнутри. Он услышал голос, который услышал в тот раз в поезде. Кто-то кричал у него в голове. Это был женский голос. Не Гарри, не Гарри, пожалуйста, не Гарри. Отойди в сторону, глупая девчонка. Отойди сейчас же не Гарри, пожалуйста, нет. Возьми меня. Убей меня вместо него. Сознание Гарри онемело. Он не знал, что происходило или что он делал. Он не знал, почему он летел. Он все ближе и ближе подбирался к Сникчу, но его внимание было сосредоточено на женщине в его голове. Он должен ей помочь. Она собирается умереть. Нет, ее собираются убить. Не Гарри, пожалуйста. Помилуй его. Не причиняй ему вреда. Ответом раздался только резкий и холодный смех. С ее умоляющим голосом все звучало чрезвычайно жестоко. Гарри чувствовал себя потерянным. Он не мог помочь женщине. Он чувствовал, что вот-вот соскользнет со своей метлы. Как только он подумал, что он уже падает, серебристо-белое животное внезапно прилетело снизу. Это был патронус Ивана, как и его анимагус, черный кот. Когда Гарри обрел некоторое смутное сознание, он оказался окружен дементорами. Их лица, скрытые под капюшоном, были обращены к нему. За их капюшонами была одна темнота, как будто там ничего не было. Но Гарри что-то там увидел. Это было. Его глаза широко раскрылись, и он был полон ужаса. Он хотел вытащить палочку, но обнаружил, что падает с метлы. Его нимбус 2.0 летел к запретному лесу по своей первоначальной траектории. Холодный дождь быстро падал и ударило бледное лицо Гарри. Он не мог дотянуться правой рукой до метлы. Его усилия были напрасны. Все больше дементоров приближались к этому месту. Свет патронуса Ивана становился все слабее и слабее. Мольба женщины и резкий смех снова появлялись в сознании Гарри. Они все еще разговаривают, и мужчина, казалось, сказал что-то ужасное. Гарри попытался вспомнить, что он только что сказал, но ничего не смог вспомнить. Он пытался выдержать это, но его веки становились все тяжелее и тяжелее. Затем он увидел лишь тьму. Глава 93. Патронус молодых волшебников. Глава 93. Патронус молодых волшебников. Бесконечная тьма полностью заполнила поле Квиддича, и молодые волшебники молча наблюдали за дементорами, летающими над ними, с ужасными вещами, наводняющими их умы. Они чувствовали себя подавленными, беспомощными и напуганными, как будто наступил конец света. Экспекта патронум. Когда все были в отчаянии, с трибуны Гриффиндера раздался немного молодой, но твердый голос. Как луч рассвета во тьме, появилось серебристо-белое животное, ставшее единственным источником цвета и света в этом черно-белом темном мире. Маленькие волшебники повернули свои головы вместе. Они увидели худого мальчика с палочкой, стоящего перед сотней отвратительных дементоров. Свет от кончика его палочки образовал сильную стену перед дементорами, точно так же, как свет рассвета заканчивает темноту. Эта картина будет отпечатана в их памяти на долгие годы. Это Иван Мэйсон, это его патронус. Никто не знал, кто это кричал, но все вдруг вспомнили, что видели статью о дементорах в магиях огворца, и как заклинание патронуса было единственным, что могло им противостоять. Маленькие волшебники поспешно вытащили свои палочки и наложили заклятие на небо. Как маленькие звездочки на ночном небе, серебристо-белые огни сияли на трибунах. Вскоре Иван узнал, сколько людей тайно практиковали заклинание патронуса. На трибуне появилось около шесть серебристо-белых огней. Густой туман света, создаваемый всеми их палочками, сдул страх и холод в моменты. Многие из них начали выпускать материальный патронус. Патронус Перси взял на себя инициативу и выбежал из тумана. Он был похож на Ласка. Позади него было более десятка патронусов всех видов. Иван также видел выдру на кончике палочки Гермионы. Он обошел вокруг дважды, а затем полетел к дементорам. Вслед за этими полными патронусами, белый легкий туман поплыл вверх и бесчисленные ауры начали появляться. Подобно острой стрелке, легкий туман попал в дементоров по воле заклинателей. Дементоры, похоже, никогда не сталкивались с такой ситуацией. Столкнувшись с таким количеством патронусов и большим количеством тумана, сделанного из счастливых эмоций, они запаниковали и отступили. Эти существа, которые всегда приносили страх и отчаяние окружающим, впервые сами почувствовали вкус страха и инстинктивно захотели убежать. Мгновение спустя, красивый голос раздался с вершины замка. Это был голос Феникса. Иван однажды слышал его в тайной комнате в предыдущем семестре. Он обернулся и увидел гигантского серебриста белого Феникса, вылетающего из кабинета директора. Это был патронус Дамблдора, очень редкое и мощное магическое существо. Он приблизился к полю Квиддича с огромной белой аурой, более ослепительной, чем все остальные патронусы. Под его освещением дементоры, которые не спешили бежать, превратились в облако дыма, под взглядами всех присутствующих и полностью исчезли. Общий патронус может только прогнать дементоров, но Феникс Дамблдора действительно может убить их. Дементоры, которые ворвались в замок, действительно разозлили величайшего белого волшебника современности. Рядом с траекторией полета Феникса, Иван увидел, как Гарри падает с большой высоты и поспешил к центру поля Квиддича. Рон и Гермиона на мгновение остолбенели и поспешили последовать за ними. К счастью, земля такая мягкая. Я думал, что он умрет, но он даже не разбил очки. Гарри услышал их шепот, но не мог понять, о чем они говорили. Он не знал, где он был, и он не знал, как он пришел туда, или что он делал, прежде чем он добрался туда. Все, что он знал, это то, что он чувствовал боль по всему телу, как будто его избили. К счастью, Иван и его патронус разбудили нас от страха и отчаяния. Сто дементоров — это самое ужасное, что я когда-либо видел в своей жизни. Да, самая ужасная и страшная вещь. Гарри вспомнил темные тени капюшонов и ужас под ними. А также он вспомнил леденящие душу крики, которые постоянно наводняли его разум, и человека, который, казалось, что-то говорил в конце. В следующий раз, когда Гарри открыл глаза, он лежал на больничной койке. Члены команды Гриффиндора по Квиддичу были забрызганы грязью с головы до ног, и они окружали его кровать. Иван, Рон и Гермиона также были там, выглядя так, как будто они только что поднялись из бассейна. Гарри, Гарри, как ты себя чувствуешь? Лицо Рона выглядело бледным. Что случилось сознание? Гарри вернулось быстро. Он внезапно сел и увидел, что несколько человек вокруг него вздрогнули. Ты упал с высоты 50 футов, сказал Рон. Мы думали, что ты мертв. Алисия последовала за ним. Она стояла там, дрожа от страха. Когда она услышала ее, Гермиона выпустила пронзительный, низкий голос, и ее глаза покраснели. Но игра, сказал Гарри. Что случилось? Мы можем сыграть еще раз? Никто не говорил, и Гарри начал понимать ужасную правду. Мы еще не проиграли? Дик Гарри поймал Снитча, сказал Фред. Сразу после того, как ты упал, он не понимал, что происходит. Когда он посмотрел вниз и увидел, что ты падаешь на землю, он планировал прервать игру, чтобы повторить ее позже. Но они выиграли в честной игре, и даже Вуд признал это. Джордж последовал за ним. Где Вуд? Гарри огляделся и вдруг понял, что Вуда там нет. Он все еще под дождем. Фред сказал. Мы думаем, что он собирается утопиться. Гарри уткнулся лицом в колени и схватился за волосы обеими руками. Гарри, раньше ты всегда ловил Снитч, сказал Фред. Но ты можешь и пропустить некоторые, сказал Джордж. Турнир еще не закончился. Мы проиграли 100 очков, не так ли? Поэтому, если Хаффл Паф проиграет Ривенкла, и мы победим Ривенкла, и Слизерин Хаффл Паф должен потерять по крайней мере 200 очков, сказал Джордж. Но если они победят Ривенкла, не может быть Ривенкла великолепен. Но если Слизерин проиграет Хаффл Пафу, все зависит от их очков, кто победит, тот получает 100 очков. Гарри лежал в кровати и слушал разговор между Фредом и Джорджем. Он не произнес ни слова. Они проиграли из-за него. Он впервые проиграл в Квиддиче. Примерно через 10 минут мадам Паппи Памфри пришла сказать членам команды, чтобы они дали Гарри отдохнуть. Увидимся с тобой позже, Фред. Сказал Гарри. Не вини себя, Гарри. Ты все еще наш лучший искатель. Команда вышла, оставив за собой след грязи. Мадам Памфри закрыла за ними дверь и выглядела несчастной. Иван, Рон и Гермиона посмотрели друг на друга и остались. Глава 94. Офис Филча. Глава 94. Офис Филча. Ему необходимо отдохнуть. Вы трое не задерживайтесь надолго. Мадам Памфри посмотрела на Ивана, Рона и Гермиону с недовольством. И она обратила их внимание на пятна воды и грязь, падающие с их одежды. Кроме того, мне нужно, чтобы один из вас пришел за пищевыми добавками. Это поможет ему восстановить силы. Я иду. Иван видел, что Рону есть что сказать Гарри, и он думал, что он не должен заставлять девушку выполнять задание мадам Памфри. Он встал и последовал за ней из палаты. Я действительно видел много дементоров. Гарри прошептал, но в мыслях он снова думал о тени собаки. Там было больше сотни дементоров, Гарри, сказала Гермиона дрожащим голосом. Я была напугана и не знала, что делать. Все, о чем я могла думать, ужасные вещи. Но благодаря Ивану и его Патронусу мы смогли проснуться. Она вдруг подумала о Патронусе Ивана, который был точно таким же, как тот странный черный кот, которого она встретила в дырявом котле той ночью, перед началом школы. Есть ли какая-то связь между ними? Гермиона вдруг вспомнила что-то. Сам Иван сказал ей, он стал анимагусом во время летних каникул, но он всегда отказывался рассказывать ей, какая его деформационная форма. Она была немного скептична, когда впервые увидела Патронус Ивана в поезде. Это было слишком похоже на черную кошку, которую она видела раньше, и Иван был упрямым в то время. Этот странный черный кот его форма анимагуса. Лицо Гермионы мгновенно покраснело, когда она вспомнила, что держала кошку на руках. Боже, если это правда, это значит, что она разделась перед Иваном. Хорошо, Гермиона. Рон выглядел разъяренным, когда смотрел на Гермиону. Он крикнул. Патронус Ивана был бесполезен. Именно Дамблдор спас Гарри и прогнал дементоров. Что? Закричала Гермиона. Все видели это. Патронус Ивана направился к тем монстрам, и они убежали и не могли выдержать его больше секунды. Рон не смотрел на Гермиону и сказал ей, его Патронус был вообще бесполезен. Гарри, под конец, упал в обморок, и мы проиграли. Но именно Патронус Ивана принес всем мужество и надежду. И все остальные смогли выпустить их Патронусы. Я также впервые выпустила своего полного Патронуса, он был похож на выдру. Неужели ты все еще не понимаешь? Рон ахнул. Там было так много дементоров. Если бы не Патронус Ивана, может Дик Гарри тоже потерял бы сознание. Если бы это случилось, Гриффиндор бы не проиграл. О чем ты говоришь, Рон? Гермиона сказала с удивлением. Если бы Иван не выиграл время для Дамблдора, Гарри упал бы раньше с более высокого расстояния. Когда он увидел взгляд Гермионы, Рон становился все более раздраженным. В его сердце был необъяснимый гнев, который он хотел выпустить. Он также был на поле Квиддича, и палочка светилась некоторое время. Затем свет сразу исчез. Это было далеко не сопоставимо с полным Патронусом Ивана или даже с Гермионой. Это заставило его чувствовать себя очень неуютно. Он крикнул он был больше помехой, чем помощью, и ничего из всего этого не случилось бы, если бы не он. Перси просто был чуть медленнее, чем он. Хорошо, вы двое просто не можете позволить мне немного побыть в спокойствии. Гарри прошептал. Голос Рона понизился, и в комнате воцарилась неловкая тишина. Гарри не понимал, что произошло между Роном и Гермионой. Было странно, что они, не заботясь о его физическом состоянии, обсуждали, играл ли Патронус Иван роль в его спасении или нет. В частности, тот факт, что они говорили за спиной Ивана, заставил Гарри чувствовать себя плохо. Забудьте про этих чертовых дементоров. Кто-нибудь видел мой Нимбус 2.0? Когда они услышали его, Рон и Гермиона быстро переглянулись. А что? У Гарри внезапно появилось плохое предчувствие. Ну, когда ты выпал, его откинуло. Гермиона сказала нерешительно. Потом он разбился и попал в гремучую Иву. Гарри почувствовал тоску в сердце. Он видел гремучую Иву в прошлом семестре. Она даже разбила машину мистера Уизли. А потом, Гарри прошептал, боясь услышать ответ. Гарри, ты же знаешь эту гремучую Иву, сказал Рон. Ей не нравится, когда что-то натыкается на нее. Профессор Флитвик только что принес его, прежде чем ты проснулся, сказала Гермиона тихим голосом. Она медленно потянулась к своей школьной сумке и перевернула ее вверх дном. Дюжина кусков дерева и обломков от хвоста метлы упали на кровать. Это были обломки побежденной верной метлы Гарри. Когда Иван вернулся в палату с питательными веществами, он увидел, что никто из них не говорил. Атмосфера была ужасная. Гарри сидел в постели и в изумлении смотрел на фрагменты метлы. Рон и Гермиона также молча сидели на стульях, как будто они только что поссорились. Не расстраивайся, Гарри, сказал Иван, поставив зелье на стол в сторону, утешая его и говоря, ты можешь использовать мой Нимбус 2.1, я отдам его тебе. Ты же знаешь, что эта штука бесполезна для меня. Получив метлу, Иван бросил ее под кровать. Им не пользовались, за исключением нескольких раз, когда его одолжил Рон. Благодарю тебя, Иван. Я просто. Гарри посмотрел на фрагменты своего Нимбуса 2.0 и не знал, что сказать. Эта метла не подлежала ремонту. Он должен был выбросить его. Но Гарри не хотел этого делать. Он чувствовал, что потерял одного из своих лучших друзей. К 9 часам вечера Иван, Рон и Гермиона покинули Гарри. Они только что вышли из школьной больницы, и Иван увидел, что Рон ушел один к общей комнате, не дождавшись его и Гермионы. Что с ним случилось? Сказал Иван. Возможно, дементоры оказали на него влияние. Гермиона не знала, что сказать. Она не знала, должна ли она рассказать ему о том, что сказал Рон. Затем, когда она подумала о черной кошке, лицо Гермионы внезапно покраснело. Она не знала, стоит ли спрашивать это у Ивана. В случае возникновения недопонимания, ну не обязательно должна быть связь между Патронусом и Анимагусом, и даже если это так, не будет ли это слишком неловко? Гермиона подумала, что этот вопрос должен остаться в тайне, по крайней мере, пока она не узнает правду. Подождите, если черная кошка действительно Иван, что ей делать? Иван и Гермиона молча вернулись. Они только что повернули за угол лестницы на втором этаже и увидели почти безголового Ника, внезапно выходящего из стены. Его длинные волосы были завиты очень стильной шляпой, носящей тунику длиной до колена, с морщинистым воротником в форме колеса. Как будто он был сделан из тонкого сигаретного дыма, Иван видит темное небо и сильный дождь снаружи через его тело. Поскольку Ник часто предоставлял статьи магии Хагвартса в течение последнего года, Иван и Гермиона очень хорошо познакомились с ним. Ты неплох. Ник сказал грустным голосом. Я только что услышал, что произошло на поле Квиддича. Это ужасно. С Гарри все в порядке, не так ли? Он в порядке. У него нет выбора, кроме как принять реальность, прошептала Гермиона. Вы знаете, это его первый проигрыш в Квиддич. Да, да. Гриффиндер явно самый сильный, но мы всегда проигрываем игру по разным причинам. Ник глубоко вздохнул. На этот раз это было из-за дементоров. Я уже слова Ника еще не были закончены, Иван увидел кошку с желтыми ламповыми глазами, которая внезапно вышла из-за спины и завизжала. Это была миссис Наррис, кошка пыльного цвета, которую вырастил смотритель Филч, и которая служила его заместителем в бесконечной битве между ним и студентами. Тебе лучше убраться отсюда. Ник быстро сказал. Филч не в хорошем настроении. Он подхватил простуду. Когда он был на поле Квиддича, кто-то перевернул его офис вверх дном. Вещи были раскиданы повсюду. Он разыскивает нападавшего в замке. Ты прав. Иван поспешно вытащил Гермиону по лестнице и собирался лечь спать. Он не хотел, чтобы Филч остановил его и снова допросил. Но было странно, кто мог пойти в офис Филча, чтобы создать проблемы. Фред и Джордж могут это сделать, но они только что были в игре в Квиддичи. Очевидно, не имели времени. Квивс также мог, но это не должен быть он. И это не его стиль, чтобы убежать, не хвастаясь своими делами. В дополнение к ним, кто еще это может быть? Ник сказал, что офис Филча перевернут вверх дном. Может, кто-то хотел что-то в нем найти? Филч конфисковал у студентов много вещей. Глава 95. Смерть Коросты. Глава 95. Смерть Коросты Иван потянул Гермиону и поспешил обратно в комнату отдыха Гриффиндера. Хотя было поздно, в общей комнате было очень оживленно. Никто из студентов не спал. Они все обсуждали нападение дементоров. Гриффиндер проиграл игру, что их очень огорчило. Но за исключением игроков Квиддич и некоторых преданных поклонников, большинство из них уже забыли об этом вопросе. Во всяком случае, до тех пор, пока они не проиграли Слизерину, проигрыш Ривенкла или Хаффл Паффу не было сложно принять. Теперь они больше заинтересованы в том, чтобы говорить о том, как использовать заклинание Патронуса. Несколько учеников, которые смогли выполнить телесного Патронуса, оказались в окружении сверстников. Перси, например, с гордостью демонстрировал своего Патронуса более чем дюжине младших учеников. Иван и Гермиона только что вошли, и их тепло поприветствовали. Атмосфера на сцене достигла своего пика. Они оба были в центре в окружении своих друзей. Все спрашивали совета по поводу заклинания Патронуса. Многие девушки особенно хотели снова увидеть Патронус Ивана. Все были взволнованы, кроме Рона. Он, казалось, стал еще менее счастливым, когда увидел, что все приветствуют Ивана и Гермиону. Он долго смотрел на них, прежде чем вернуться в свою комнату с хитрым лицом. Мгновение спустя все услышали приглушенный крик, доносящийся из общежития мальчиков. Атмосфера стала настолько тяжелой, что никто не говорил в общей комнате. Они все смотрели на дверь со страхом. Торопливые шаги звенели все громче и громче, а потом Рон под глазами у всех выскочил, неся с собой простыню. «Посмотри, посмотри, посмотри на это!» Он зарычал, шагая к Гермионе и встряхивая простыню перед ней. «Рон, посмотреть на что?» Гермиона сказала смущенно. «Это короста, смотри!» Рон грубо протянул простыню к глазам Гермионы. Гермиона избежала покрывала Рона и была в полном недоумении. Иван посмотрел на простыню, которую держал Рон, и на ней было что-то красное. Это выглядело ужасно, как кровь. Рон кричал в панике под тишиной всех. «Он мертв!» «Вы знаете, что еще было на полу?» «Нет, я не знаю!» Голос Гермионы дрожал. Рон что-то бросил в Гермиону, и все наклонились вперед. Они увидели длинные рыжие волосы, разбросанные по полу. Рон, несколько кошачьих волос ничего не значит. Ты должен пойти ко всем кроватям мальчиков и поискать пятна. «Это может быть!» Бледно сказала Гермиона. «Хватит!» Рон крикнул, шокировав всех. «С меня достаточно, Гермиона!» «Ты всегда была такой и никогда не воспринимала намерение Кривошея съесть Коросту всерьез. Ты никогда не удосуживалась внимательно следить за Кривошеем. Теперь Короста мертва, и ты все еще притворяешься, что твой кот невиновен. Это кошачья шерсть. Возможно, была там с начала школьного семестра. Ты предвзято относился к Кривошею, так как он прыгнул тебе на голову в том волшебном зверинце», — упорно сказала Гермиона. «Предвзятость!» Рон безумно взмахнул рукой. «Этот монстр прыгнул мне через голову. Он съел Коросту. Должен ли я похвалить его за это?» «Ты знаешь, что я не это имела в виду?» Голос Гермионы снова упал, и слезы начали падать с ее глаз. «Не думай, что я не знаю, о чем ты думаешь?» Рон не смягчился к Гермионе, он начал кричать. «Ты всегда относилась ко мне как к дураку или идиоту, который ничего не понимал. Я защищал тебя перед Малфоим, помогал тебе со Снипом в классе, это был я. Чем больше Рон говорил, тем больше он видел страх и печаль Гермионы. Он чувствовал боль в сердце, но вместе с болью в его сердце закрадывалось необычное чувство счастья. Месть приносит удовольствие. Сразу после этого он вспомнил сон, который постоянно ему снился с недавних пор, и Гермиона, которая все время была в этом сне. Он не знал, почему, но вдруг почувствовал, что у него кислый нос, и ему пришлось заставить себя не плакать. Все хватит, Рон. Видя, что что-то не так, Фред поспешил и сказал в спешке «Разве ты не говорил о том, как отвратительно это было?» Более того, это должно было произойти в ближайшее время или позже с тем, как он ел в течение длительного времени. Умереть быстро, наверное, лучше. Вероятно, он не чувствовал, что да, он просто спит целый день напролет. «Это то, что ты сказал, Рон», — сказал Джордж. «Однажды он укусил гора за нас», — грустно сказал Рон. «Это был его самый славный момент». Фред невольно рассмеялся. Это сделало шрам на пальце гора постоянным напоминанием об этом. «Ну, хорошо, Рон, помирись с Гермионой и купи другую крысу, какой смысл драться?» Но... Рон опустил голову и вытер слезы рукавами. «На самом деле, я думаю, что Гермиона права. Короста не может быть мертва. Он просто где-то прячется». Питер Петтигрю не мог умереть таким образом, и было еще менее вероятно, что он будет убит Кривошеем. Он просто боялся Сириуса Блэка и хотел убежать, снова симулируя свою смерть. С помощью зелья слежки, Иван мог почувствовать, что крыса прячется в правом углу общей комнаты и следит своими глазами за происходящим. Он собирался вытащить его. Он сделал два шага, и Рон остановил его. То, что он только что сказал, казалось, снова разозлило Рона. «Так ты думаешь, что Короста не умерла?» Рон гневно посмотрел на Ивана, задыхаясь, как будто готовый помчаться на него. «Я знал, что ты встанешь на сторону Гермионы. Это ты во всем виновата. Если бы ты не предложили Гермионе купить Кривошея, Короста бы не умерла. Что?» Иван был удивлен. Весь день он чувствовал, что с Роном что-то не так. «Да, это ты во всем виноват. Это ты его убил». Рон стиснул кулаки, его слезливые глаза были красными. То же самое было и на поле Квиддича, если бы не твой нелепый патронус, Гриффиндор не проиграл бы. Иван замерз на своем месте. Он не знал, как Рон пришел к такому выводу. Рон, должно быть, сошел с ума. Это так смешно, что Гриффиндор проиграл игру из-за его патронуса. Рон, патронус Ивана наоборот всех спас. Колин, который стоял в стороне, прошептал. «Конечно, ты так думаешь. Ты просто глупый последователь этого парня». Рон крикнул Колину и быстро повернулся, чтобы посмотреть на Ивана, как будто он был загипнотизирован. Его рот роптал. Так сказал Том Риддл, ты убил Коросту. Гриффиндор проиграл из-за тебя. Ты забрал Гермиону. Она должна была быть моей. В общей комнате не было ничего, кроме тишины, и молодые студенты испугались и отступили. Все молча смотрели на Рона. Никто не мог принять то, что он говорил. Иван сделал еще один шаг вперед. Он хотел вытащить крысу. Может, увиденное успокоит Рона. Как только он двинулся, он увидел, как Рон бросился к нему. Глава 96. Проклятие Империус вновь появляется. Глава 96. Проклятие Империус появляется. Вновь сцена была запутанной, и никто не знал, что происходит. Они увидели, как Рон цепляется в тело Ивана с красными глазами. Они оба упали на землю, и Рон начал бить Ивана. Прекрати, прекрати это, Рон. Гермиона громко завизжала, пытаясь их разлучить. Иван еще не отреагировал, и получил сильный удар в живот. Он использовал колени, чтобы удержать Рона, в то время как его правая рука подсознательно потянулась к его палочке. Яркий красный свет вспыхнул, и Рон улетел. Его тело разбило стол, и он упал на землю, дважды изо всех сил пытаясь встать. Он продолжил бросаться к Ивану. Фред и Джордж оттащили его быстро. Рон, что у тебя случилось с Иваном? Фред сказал с удивлением. Да, ты действительно понимаешь, что делаешь. Джордж сказал. Рон задыхался и смотрел на Ивана с красными глазами. Все затаили дыхание и уставились на Рона. Вся комната отдыха была ошеломлена произошедшим. Одежда Ивана испортилась. Его правая рука крепко держала палочку, указывая на Рона. Его левая рука мягко похлопывала плечо Гермионы. Она стояла рядом с ним и неудержимо рыдала. Какого черта вы тут делаете, Перси? Прошел сквозь толпу и уставился на Рона. Он был похож на миссису Изли. Рон, я знаю, тебе грустно из-за смерти крысы, но это не Иван убил ее. Это он, это он, это он. Рон крикнул. Это он попросил Гермиону купить кота. Если бы не эта чертова кошка, Короста бы не умерла. Это не Кривоши убил Коросту. Слабо ответила Гермиона, и ее глаза были полны слез. Рон, ты сумасшедший. Для крысы ты. Прошептала Джинни, которая подошла, чтобы успокоить Гермиону. Она повернулась к Рону и сердито посмотрела на него. Крыса. Короста, мой друг. Рон прервал Джинни и злобно взревел. Мой лучший друг мертв. Они оба этот чертов кот убили его. Вы поддерживали их все время. Кто-нибудь думал о моих чувствах? Кроме рева Рона, не было никакого звука, только мертвая тишина в общей комнате. На самом деле твоя крыса вовсе не мертва, и никто ее не трогал. Иван позволил Джинни позаботиться о Гермионе и бросился в угол гостиной, чтобы вытащить сопротивляющуюся крысу из щели, а затем он бросил ее Рону. Наблюдая за дрожащей коростой в руках, Рон внезапно притих. Он выглядел ошеломленным. Он хотел что-то сказать, но не мог ничего сказать. Он не мог объяснить это другим. Крыса была просто предлогом. Когда он взорвался от гнева и бросился на Ивана, единственное, что у него было на уме, было изображение Ивана, как он держит руку Гермионы, когда он входил в общую комнату. Ну, Рон, все прояснилось, и твоя крыса на самом деле не умерла. Перси сказал напряженным голосом «Извинись перед Иваном и Гермионой». Рон был раздражен словами Перси. Он задыхался и холодно посмотрел на Ивана и Гермиону. Разум сказал ему, что он должен извиниться, но в его сердце был голос, который шептал, что если кому-то нужно извиниться, то это они. Очевидно, это была их вина. Он вдруг вспомнил, что Том Риддл сказал ему в прошлом году. Кулаки сжались, все тело дрожало. Если бы он мог выбрать, он бы скорее бросился и снова сразился бы с Иваном. Скажи прости, Рон. Джинни прошептала с тревогой, чтобы напомнить ему. Рон внезапно проснулся и увидел, что все смотрят на него. Он глубоко вздохнул и смутно сказал «Да, извините». После этого он повернулся и побежал обратно в спальную комнату. В темной спальне Рон был один. Он лег на кровать с балдахином и прислонил голову к подушке. Слезы текли бесконтрольно. Должно быть, он сошел с ума минуту назад. Он неожиданно накричал на Гермиону и подрался с Иваном. Рон не мог сказать, почему он хотел это сделать. Может быть, было слишком трудно внезапно потерять короста. Возможно, слова Томари Дла из прошлого года сыграли свою роль, или, может быть, это было чувство, которое у него было в течение дня, которое было смесью зависти, ревности и сомнительной ненависти. Одним словом, чем больше он смотрел на Ивана, тем хуже себя чувствовал. Думая о том, что все только что сделали, чтобы поддержать Ивана, Рон чувствовал себя очень одиноким. Если бы это были просто все остальные, он мог бы легко с этим справиться. Но с ними были Перси, Фред, Джордж и Джинни. Здесь вся его семья. Никто из них не стоял на его стороне. И Гермиона. Рон стал более расстроен, просто думая о ней. Рон пытался не думать о ней. Он подумал о Гарри, своем лучшем друге. Если бы Гарри был здесь, он бы поддержал его. Рон колебался. Сначала он верил, что Гарри поддержит его. Он сделал это против Малфоя, но это было другое. Отношения Гарри и Ивана также были очень хорошими. Он также может, как и другие, поддержать Ивана. Он уже потерял Гермиону, и когда он подумал, что может потерять Гарри, Рон был неописуемо расстроен. Он всегда относился к Гарри как к своему лучшему другу, но думает ли Гарри о нем так же? Гарри не только знаменитый спаситель, но и искатель команды Квиддича. Гарри всегда был окружен элитой. С другой стороны, Рон был обычным парнем, что заставило бы Гарри выбрать его в качестве лучшего друга. Возможно, в глазах Гарри он просто последователь. Я в полном одиночестве. Рон прошептал. Никто меня не поддержит. Я совершенно неудачник. Все смотрят на меня сверху. Его тело сжалось от боли, и мгновение спустя он почувствовал, как что-то дрожит в кармане его пальто. Это была короста. Рон вытер слезы и встал, чтобы вытащить крысу. Он выглядел испуганным, его тело дрожало, а его маленькие глаза были наполнены страхом. На самом деле, Питер Петтигрю был очень напуган. Он спрятался согласно своему плану. Это, конечно, не обманет Сириуса, но это может выиграть ему некоторое время. Однако план не прошел гладко. Он воспользовался возможностью матча по Квиддичу, когда все студенты вышли и обыскали офис Филча, но ничего не нашел. Карты мародера там не было. Когда он закончил учебу, карта, безусловно, была конфискована Филчем, и последний, безусловно, сохранил бы ее. Она не должна быть потеряна. Но, в конце концов, это было 20 лет назад. Это долгое время, и может случиться что угодно. Петтигрю вернулся в общую комнату Гриффиндора. Он хотел исправить план, чтобы выманить Сириуса и позволить людям внутри замка найти его. Поскольку Сириус думал, что он близок с Роном, ему лучше остаться и подождать возможности. Однако Питер Петтигрю не ожидал, что его найдет Иван. Это было невозможно. Как ему удалось его найти, когда он спрятался в этой щели, в общей комнате, очевидно, никого не было. Понятно, что мальчик не сможет его найти. Питер Петтигрю был напуган, и у Ивана наверняка был способ, о котором он не знал. Если бы Сириус Блэк знал тот же метод, жизнь Питера, безусловно, была бы. Короста, ты единственная, кто остался со мной. Ты определенно поддерживаешь меня, не так ли? Рон положил крысу на подушку. Когда он услышал Рона, Питер Петтигрю очнулся от своего оцепенения. Он чувствовал, что в плане, о котором он думал раньше, слишком много переменных. Он не мог сражаться против Сириуса Блэка Ивана в одиночку. Ему нужен был помощник, спрятанный в темноте. Эти люди думают обо мне, как о лакее, как о шутке, сказал Рон. Выражение его лица было немного мрачным. Те, кто презирают меня, я заставлю их пожалеть об этом. Я хочу заставить их заплатить цену. Да, я обязательно помогу тебе. В комнате внезапно послышался резкий мужской голос. Я заставлю тех, кто смотрит на тебя свысока, заплатить высокую цену. Империа. Странный свет вспыхнул через спальню, который быстро исчез. Только Рон был один в постели со слезами. Его глаза были полны растерянности и пустоты. Глава 97. Хагрид и Клювокрыл. Глава 97. Хагрид и Клювокрыл. Через несколько дней Гарри выписали из школьной больницы, и его жизнь, казалось, вернулась к повседневной рутине. Но проигрыш в квиддичи, то, что произошло в общей комнате, все равно возымели эффект. Ученики Гриффиндера выглядели менее энергичными, и все были действительно подавлены. Из-за того, что случилось с Роном, Гермиона все время плакала. Это был большой удар для нее. Гарри часто смотрел на обломки своего Нимбуса 2.0. Хотя все пытались сделать его счастливым, это не сработало. Вуд выглядел совершенно безэмоциональным, как будто потерял цель своей жизни. Фред и Джордж больше не увлекались шалостями. Они все меньше и меньше работали над новыми трюками и товарами. Однако, никто не изменился так сильно, как Рон. Поведение Рона становилось все более странным. Кроме Гарри, он почти ни с кем не разговаривал. Его характер стал действительно плохим, и он был недружелюбен ко всем. Он был подобен действующему вулкану, который долгое время был подавлен и был готов извергнуться в любой момент. В классе зелий в понедельник, потому что Малфай подражал дементорам, чтобы издеваться над Гарри. Рон сразу бросил в него большое, липкое сердце крокодила, прямо на его лицо. Поэтому с ней вычитал 50 очков из Гриффиндера. Иван не знал, было ли это просто неправильное впечатление, но он всегда чувствовал, что Рон был кем-то другим. Его глаза часто были пустыми и вялыми, но каждый раз, когда он видел Ивана, он был полон бдительности и враждебности, как если бы он броситься на него в любой момент. Иван не был против идей драки, если она могла бы решить все проблемы. Короче говоря, неожиданный провал сделал атмосферу во всем факультете Гриффиндера тяжелой. Единственное, чему стоит радоваться, из того, что произошло недавно, это возвращение профессора Люпина в класс в среду на уроке защиты от темных искусств. Иван увидел профессора Люпина. Было заметно, что он болел. Его старая мантия свободно не спадала с его тела. Под глазами были тени. Преобразование оборотня должно быть очень тяжелым бременем для его тела. Все были обеспокоены физическим состоянием Люпина и жаловались на действия с ней по во время болезни. Согласно знаниям Ивана, обучение с ней по защите от темных искусств для всех классов, когда он заменял профессора Люпина, было одинаковым и вращалось вокруг того, как идентифицировать и убивать оборотней. Конечно, почти никто из них не воспринял это всерьез. Для молодых волшебников в наши дни оборотни были словно мифические существа. Они думали, что никогда не вступят с ними в контакт в реальной жизни. Помимо Гермионы, Иван не был уверен, кто еще сможет обнаружить истинную личность Люпина. Ожидаемо, с ней был разочарован, так как его усилия не имели никакого эффекта, кроме удвоения их раздражения. Профессор Люпин вернулся, делая защиту от темных искусств снова приятной. В этом классе Иван увидел хинки-панка, новое темное существо, принесенное Люпином. Это было одноногое существо с голубым светильником, окруженное серо-белым дымом. Она была очень хрупкая и выглядела довольно безобидной. Но на самом деле она часто заманивала путешественников в болото. У него была склонность заманивать путешественников с их ночных путей в коварные болота или водно-болотные угодья под видом полезного, лампоносного существа. Когда путешественники следовали за ним, они попадали в болото и умерли. Хинки-панк зарабатывал на жизнь из мертвых путешественников. Увидев его, вы ни за что не догадаетесь, что это существо могло быть таким ужасным. Приятная атмосфера, вызванная возвращением профессора Люпина, длилась всего два часа. Когда Иван спустился вниз в общую комнату на обед, он увидел Хагрида, стоящего в зале в окружении Гарри, Рона и Гермионы. Хагрид только что вернулся из Совятни. Он стоял там с глазами, красными и опухшими, и слезы капали на переднюю планку его кожаного жилета. Хагрид, что случилось? Иван подошел и был удивлен, увидев, что Гарри, Рона и Гермиона смотрят на официальное письмо. Иван оглянулся и прочитал. Уважаемый мистер Хагрид, в дополнение к нашему расследованию нападения гиппогрифа на студента в вашем классе, мы приняли заверение профессора Дамблдора, что вы не несете ответственности за прискорбный инцидент. Тем не менее, мы должны зарегистрировать нашу озабоченность по поводу гиппогрифа в этом вопросе. Мы решили поддержать официальную жалобу на Люциуса Малфая, и поэтому этот вопрос будет передан в Комитет по удалению опасных существ. Слушание состоится 25 января, и мы просим вас предстать вместе с вашим гиппогрифом в офисе Комитета в Лондоне в этот день. Между тем, гиппогриф должен быть связан и изолирован. Ваш в товариществе последовал список школьных управляющих. Они хотят убить клювокрыла. Хагрид не мог сдержать рыдания. Его лицо было полно слез, которые падали на его спутанную бороду. Но клювокрыл неплохой гиппогриф. Гарри сказал с небольшим сомнением. Хагрид, держу пари, его отпустят. Нет, вы не знаете тех горгулей из Комитета по утилизации опасных существ. Хагрид вытер слезы рукавами. Они увлекаются, делая это с интересными существами. Слова Хагрида заставили их посмотреть друг на друга, не зная ответа. Гиппогрифы, которых Хагрид назвал интересными животными, в глазах других были абсолютные страшные монстры. Даже если бы клювокрыл никому не навредил, никому бы это не понравилось. На самом деле, по обычным стандартам Хагрида, это было мило. Тем не менее, Иван знал, что это не имеет ничего общего с тем, был ли клювокрыл симпатичным. За всем этим стоял заговор Люциуса Малфая. После того, как в прошлом году ему не удалось удалить директора Дамблдора, он был уволен из Совета управляющих. Репутация семьи Малфаев была хуже, чем когда-либо. В кабинете директора шла дискуссия об открытии тайной комнаты и о том, как студент смог достать дневник Тамаре Дла. Теперь, по слухам, в высших классах волшебного мира, Люциус Малфай дает ученикам предметы детства Валдемарта. Это была плохая репутация. Люциусу Малфаю срочно нужно было чем-то отвлечь всеобщее внимание и восстановить престиж своей семьи. Хагрид предоставил ему такую возможность, и теперь он плотно душит его клювокрылом. Это нападение стало соперничеством между ним и Дамблдором. До тех пор, пока он способен удержать Хагрида от преподавания или убить гиппогрифа, он может вернуть свою потерянную гордость. Излишне говорить, что политики в Министерстве магии и губернаторы, должно быть, сделали некоторые компромиссы между ними. Они не были готовы оскорбить Дамблдора, и они не хотели отказаться от большого количества золота, отправленного Малфаем. Они могли бы поддержать Дамблдора, чтобы Хагрид остался в школе и преподавал дальше. Соответствующим условием обмена было согласие с тем, что Люциус Малфай может убить клювокрыла. Кроме Хагрида, никому нет дела до жизни или смерти гиппогрифа. Слушание было просто формальностью. Комитет находился почти под контролем Малфая. Чтобы не говорил Хагрид, это было бы бесполезно. Иными словами, исход этого инцидента уже был предопределен. Независимо от пожеланий Хагрида и того, был ли клювокрыл действительно опасным, это уже не было важно. Клювокрыл должен был умереть. Хотя это и жестоко, но это факт. Возможно, это и есть то, как политика работает. Глава 98. Защита клювокрыла. Глава 98. Защита клювокрыла. Поглядя на жалкий взгляд Хагрида, Иван вздохнул. Он мало что знал о политике, но точно знал, что он должен был делать. Он не мог просто наблюдать, когда клювокрыл будет обезглавлен. Хагрид, безусловно, от этого не оправится. Послушай, Хагрид, сказал Иван. Ты не можешь сдаться. Ты должен подготовить свою речь для клювокрыла. Гарри, Рон и Гермиона могут доказать, что клювокрыл невиновен. Я могу помочь тебе прорекламировать это в газете. Иван прав. Я определенно читала случай нападения Грифона на Гиппогрифа. Гермиона задумалась. В том случае, Гиппогриф не имел к этому никакого отношения. Мы можем найти что-то полезное, если вернемся к этому вопросу и проведем хорошие исследования. Да, мы тоже поможем. Гарри и Рон поспешно последовали за ним. Хотя все так говорили, работа в конечном итоге осталась только на Иване и Гермионе. Продержавшись некоторое время, Гарри и Рон, казалось, полностью забыли об этом вопросе. Однако они были не виноваты. Во-первых, Гарри был очень занят в последнее время. В конце ноября Ровенкла победил команду Хаффл Паффа, что вдохнуло жизнь Вуда. В конце концов, у Гриффиндера все еще был шанс конкурировать, хотя они не могли позволить себе больше проигрышей. Затем он попросил игроков тренироваться день и ночь. Иван видел, как Гарри несколько раз тренировался в холоде и кусал снег декабря. К счастью, с момента последнего инцидента дементоров в кампусе не видели. Урок, который им преподали в прошлый раз, и гнев Дамблдера, казалось, полностью остановило их в своих территориях при входе в школу. В дополнение к постоянным тренировкам Квиддичу, Гарри нужно было изучить заклинание Патронуса у профессора Люпина. Он должен быть в состоянии использовать полный Патронус как можно скорее, чтобы гарантировать, что больше никаких несчастных случаев не произойдет в следующем матче. Что касается Рона, то в последнее время его статус становится все более ненормальным. Он почти не общался с большинством людей и не был близок ни к Ивану, ни к Гермионе. Когда Гарри тренировался, он бродил по замку один. Для того, чтобы защитить Коросту от кривошея, он ложил его в карман рубашки, куда бы он ни пошел. Несколько раз они выходили за границы обнаружения Ивана, так что Иван не знал, куда они ходили в это время. Но у него не было времени думать о Роне и Питере Петтигрю. Он и Гермиона проводили почти все свое время в библиотеке и не могли заботиться ни о чем другом. Пусть Питер Петтигрю побудет здесь несколько дней. Через 20 дней будет Рождество. В то время в замке будет наименьшее количество людей, поэтому Иван сможет вытащить Сириуса Блэка и решить всю эту дилемму. Что сейчас более важно, так это, как спасти Клювокрыла. Он и Гермиона нашли много информации и файлов в библиотеке, ссылаясь на знаменитый случай, упомянутый выше. Он подготовил аргументы защиты для Клювокрыла. Название этих досье было. Итог случаев волшебных животных, справочник по психологии гиппогрифов. Гиппогриф как птица и исследование о варварстве Гриффина. Каждый из них был очень толстым. Иван, ты должен посмотреть на это. Гермиона поставила пыльный том перед Иваном и прошептала. Это случай Монтикоры в 1926 году. Он убил человека, но в итоге был оправдан. Это было потому, что все были напуганы, и никто не смел подойти к нему. Иван нахмурился и посмотрел на небольшое количество слов на файле. Да, ты прав, разочарованно сказала Гермиона и отбросила толстый объем. Иван взял файл и продолжил читать. Ниже было краткое введение о магическом существе Монтикоре. Монтикора невероятно опасное животное с человеческой головой, львиным телом и хвостом скорпиона. Он очень редок, и он славет тем, что мягко напевает своим жертвам, когда он пожирает их. Согласно достоверным документам, кожа Монтикоры отталкивает практически все известные заклинания. Любой, кого ужалит его хвост, немедленно умрет. Это ужасное существо было создано волшебниками и гоблинами. Они использовались для охраны собственности или важных запрещенных мест, и когда-то их было больше, чем нужно. Однако после принятия декрета о запрете на экспериментальное разведение численность Монтикор постепенно сокращалась. В последние десятилетия они даже исчезли. Иван отложил досье в сторону. Из текста выше, уровень опасности гиппогрифа ничто по сравнению с Монтикорой. Если бы Клювокрыл имел половину силы Монтикоры, им не пришлось бы сидеть и беспокоиться об этом. В течение следующих двух недель, в дополнение к помощи Гермионе, в совершенствовании защитной речи, Иван также написал несколько статей, защищающих Клювокрыла. Он намеревался оказать давление на Люциуса Малфая и Комитет по уничтожению опасных существ через общественное мнение, но все было не так гладко, как первоначально предполагалось. Ежедневный пророк отказался публиковать эти статьи, написанные Иваном. Они посчитали, что этот вопрос не имеет большого значения. Весь инцидент был в лучшем случае незначительным событием в Хагвартсе, которое не могло вызвать интерес людей, чтобы...